Не роваться и возносить молитвы каждый день, и вот так, постепенно, трудящийся пробудет в себе способность владеть божественностью. Но существовал еще один способ, и этот метод использовался в древнем прошлом, ваше высочество. Нужно пить святую воду и горячо молиться богам. Этот метод заключается в поглощении святой воды, которая может похвастаться очень высокой чистотой, во время завтрака, обеда и ужина. Этот древний метод должен был насильственно пробудить божественность в человеке путем поглощения этим самым человеком тонны чистой божественности. Если бы мы были в мире культиваторов, то это было бы похоже на поглощение множества очень дорогих эликсиров. Конечно, одно это не может полностью объяснить это явление, ваше высочество. Число людей, которые могут пробудиться с помощью такого метода, слишком мало, и этот процесс просто слишком неэффективен. Поэтому в наше время никто не полагается на него. Это значит, что мы все еще понятия не имели о истинной причине. Как только я начал разочарованно чмокать губами, я заметил, как Алиса крепко сжала кулак. Она о чем-то молча размышляла. Закончив свои глубокие размышления, она осторожно открыла рот. Есть одна история, которая уходит корнями в древние времена. Я склонил голову на бок, услышав ее слова. Это история о чуде, совершенном святым. Чуде. Этот человек использовал чудо, дарованное богиней Геей, чтобы исцелять людей, и все те, кто получил его исцеление, выражали свою благодарность и начинали верить в богов. Начинали верить в богов? Это значит, тогда число верующих резко возросло. И хотя не все, но некоторые из них начали использовать божественность. Это было одним из чудес, которые происходят всякий раз, когда мир оказывается в большом смятении. Ваше Высочество. В этом мире существовало довольно много богов. И они иногда посылали людей со своим фрагментом в царство смертных, надеясь восстановить равновесие в мире. Это задача святого и святой, тихо прошептала Алиса. Всякий раз, когда мир должны были посетить бесчисленные бедствия, появлялись святой и святая. Они исполнили волю богов и подчиняли тех, кто пытался нарушить равновесие, и даровали спасение массам. И те, кто пытался нарушить равновесие в мире прямо сейчас, были. Алиса кивнула, как будто что-то поняла. Я убедилась в этом теперь, выслушав вас, Ваше Высочество. Увеличение числа верующих – это. Она уставилась прямо на меня. Ваше Высочество, вы определенно святой с частицей Бога. Я потерял дар речи от ее заявления. Я вообще не осознавал, что я – святой. Помимо всего этого, для меня не имело значения, был ли у меня осколок Бога, стал ли я доверенным лицом гея или что-то в этом роде. В любом случае, я получу ответ, как только мы доберемся до северного региона. Все готовы, сэр. Я закончил. Ханс поднял зеркало. Я взглянул на свою спину через отражение. Золотистые рунические символы слабо светились на моей коже. Я ухмыльнулся, когда увидел это. Вот оно – божья письмена. С помощью имитации я мог даровать только регенерацию и усиление божественности, но теперь все будет совершенно иначе. Появилась еще одна способность. Передача способностей. Это была способность, которую Микаэль, бывший лидер церкви Кайолия, использовал тогда. Но поскольку моя остальная руна сейчас стала подлинной, эффект этого навыка будет гораздо более впечатляющим, это точно. И я с нетерпением хотел опробовать этот навык. Пока карета продолжала ехать, я достал кусок кости. Алиса спросила, что это. Кость виверны. Кость одного из древних видов драконов, которые были способны летать. Независимо от того, насколько усердно древние некроманты применяли свои знания, полученные из гримуаров, им все еще требовался довольно значительный уровень мастерства для управления древними драконами. Однако с остальной руной. Остановите карету. Хан сразу же окликнул кучера, и карета остановилась. Мы вышли на улицу. Я бросил кость виверны на землю, а затем создал святую воду. Вода начала просачиваться в кость. В то же время вытатуированная на моей коже остальная руна начала излучать золотистый свет. Была использована божественная аура. Земля раскололась, и кости, созданные из божественного, быстро собрались перед нами. Пара толстых ног твердо стояла на земле. Затем материализовался длинный позвоночник, что соединял шею и хвост. Нежить подняла свой змей подобный череп, когда ее пара костяных крыльев широко распахнулись. На черепе виверны был выгравирован рунический символ синего цвета. Мне, наконец, удалось продвинуть свою нежить на другой уровень с помощью божественной ауры, что раньше было невозможно. Мне даже не нужно было вступать в контакт с нежитью. Навыка передачи способностей остальной руны было более чем достаточно. Ханс вздрогнул от шока и застыл на месте, в то время как Алиса тихо пробормотала себе под нос в оцепенении. Костяная виверна. Считалось, что виверны были потомками драконов. Я протянул руку. Виверна опустила ко мне свой большой череп и начала тереться о мою ладонь. Северный регион довольно далеко отсюда. Я повернул голову в сторону Ханса и Алисы и широко улыбнулся им. Итак, не хотите прокатиться? Глава 246. Ранее. Земля мертвых духов была местом, где постоянно присутствовал густой туман и были жестокие метели. Ближе к концу этой земли был замерзший океан и бесплодная равнина, покрытая только толстыми слоями снега. А поверх густо наваленного снега бесцельно бродили зомби. Их число, казалось, перевалило за десятки тысяч. Нет, может быть за сотни тысяч, если принять во внимание тех, кто был разбросан поблизости. Группа вампиров, одетых в мантии, в настоящее время находилась на этой земле. Мало того, что эти вампиры были устойчивы к холоду, демоническая энергия, излучаемая землей мертвых духов, фактически заставляла их чувствовать принадлежность к этому месту. Их вел Ликонтроп, на которого была возложена миссия. Это существо было признано самим королем вампиров и больше не рассматривалось вампирами как простое домашнее животное. Нет, он стал частью вампирской иерархии. Его неуклюжее тело было по меньшей мере трехметрового роста. Его клыки были острыми, а когти – смертоносными. Его звали Хельг, и он был графом. Существо подняло голову и уставилось на внушительный ледяной замок, что возвышался посреди заснеженной местности. Значит, это и есть бывшая крепость короля некромантов. Величественные сооружения, похожие на крепость, по-видимому, построенные королем некромантов Омоном множество лет назад. Оно было частично разрушено, что служило ярким напоминанием об интенсивной битве. Прямо сейчас это место было базой графа Тимонга, которая одновременно служила лабораторией, где даже в этот самый момент проводились всевозможные отвратительные эксперименты. Граф Хельг и группа вампиров вошли в крепость короля некромантов. Когда они проходили мимо открытых крепостных ворот, Дуллахан, который, казалось, был марионеткой вампиров, преградил им путь. В одной руке он держал голову, а в другой – зажженный фонарь. Глазные яблоки на отрубленной голове сместились. Нежить было больше гостей, но по сравнению с Хельгом она казалась относительно потрепанной. Хельг заговорил первым. «Я пришел встретиться с графом Тимонгом. За мной, за мной», – произнес Дуллахан над треснутым голосом и повернулся, после чего начал идти впереди. Граф Хельг и вампиры последовали за нежитью и вошли в крепость, но они все еще не забывали осматривать свое окружение. Похоже, слухи о том, что он сошел с ума, были правдивыми. Окровавленные рунические символы были начертаны в разных местах крепости. Хельг слышал о том, что Тимонг часто похищал священников и использовал их в качестве материала в своих экспериментах с вратами телепортации, но подумать только, что он все еще продолжал заниматься таким мерзким хобби даже сейчас. К сожалению, этому скоро должен был прийти конец. Король вампиров больше не собирался ждать. Он хотел собрать всех вампиров-прародителей и начать полномасштабную войну против теократической империи. И присутствие графа Тимонга было абсолютной необходимостью во время этой войны. В конце концов, созревающие банки, которые он изобрел, могли заставить нежить эволюционировать в нечто еще более сильное. Граф Хельг продолжал идти уже внутри частично разрушенной крепости, думая об этом про себя, и вскоре в замешательстве наклонил голову. Внутри крепости была большая и пустая площадь, но посередине этой площади была огромная дыра. И всевозможные немертвые существа были заняты выкапыванием земли, тем самым они расширяли ее еще больше. Зачем они расширяли эту дыру? Невозможно понять, что в голове безумного алхимика. Именно в этот момент из дыры внезапно высунулась массивная рука и обрушилась на нежить поблизости. Вся эта нежить выглядела как маленькие, незначительные насекомые, по сравнению с размерами этой руки. Затем рука подняла раздавленную нежить, после чего снова исчезла в этой дыре. Хельг, ставший свидетелем этого зрелища, застыл на месте. Что, черт возьми, я только что увидел. Вас послал его величество король вампиров? Хельг повернул голову на этот голос. Вампир-прародитель с согнутой спиной, похожий на горбуна, ростом не менее трех метров, который мог похвастаться зашитыми шрамами и странного вида опухолевыми наростами по всей коже, стоял недалеко от Ликантропа. Это был граф Тимонг. Он был одет в кожаные перчатки, фартук и пару защитных очков. Домашнее животное стало графом. Я впечатлен безграничной щедростью его величества короля вампиров. Хельг бросил недовольный взгляд на графа Тимонга, но вскоре он отвел взгляд и указал на огромную дыру в земле. Что это такое? Граф Тимонг уставился на яму, вырытую нежитью, и коварно хихикнул. Банка. А, банка. Хельг почувствовал приступ острого любопытства и захотел узнать, как выглядит это неизвестное существо, но он каким-то образом сумел подавить свои порывы и вместо этого обратился к графу Тимонгу. Его величество прислал сообщение. Он приказал всем нам собраться и подготовиться к войне. Таким образом, граф Тимонг, вы должны. Я не собираюсь уходить. Брови Хельга поползли вверх. Приказ был отдан не кем-нибудь, а единственным и неповторимым королем вампиров. Сама мысль о том, что кто-то проигнорирует приказ его величества, была совершенно немыслима. Тимонг продолжил. Мне дали отдельное задание. Я должен создать инструмент, который сможет сокрушить императорскую семью. Его величество король вампиров отдал мне этот приказ. Эта миссия была. Если ты хочешь командовать мной, приведи прародителя с титулом маркиза или более высоким званием. Я не в настроении общаться с домашним животным. Мышцы глаз Хельга дернулись от гнева. Этот глупый алхимик уже несколько раз сказал то, что могло серьезно разозлить Ликантропа. Хельг начал расслаблять свои мышцы. Мне было поручено собрать всех прародителей никем иным, как его величеством. Однако, если кто-нибудь осмелится ослушаться, фигура Ликантропа начала раздуваться. Его мышцы стали больше, и вены вздулись на его шкуре. Острые когти удлинились и изогнулись, как мясные крючки. Граф Хельг вырос более чем на 4 метра, и теперь он был достаточно высоким, чтобы смотреть на Тимонга сверху вниз. Я лично притащу этого дурака. Хэм. Граф Тимонг посмотрел на Хельга, после чего начал изучать различные части тела Ликантропа. Уголки его губ приподнялись вверх. Мясо дикого зверя, да, да, это действительно хорошее подношение, что ты сказал. Хельг на мгновение замер. Однако в ответ граф Тимонг просто щелкнул пальцами. Йотун. Глухой звук. Глухой удар. Огромная тень внезапно упала на графа Хельга. Ликантропу было несколько трудно понять эту ситуацию, и он поднял голову, чтобы посмотреть вверх. И именно тогда он обнаружил нескольких гигантов не менее 8 метров ростом. Земля раскалывалась от шагов этих существ. Их гниющая кожа, видимая между крепкими мышцами, казалась застывшей, словно она была одним единым камнем. Что, какого черта? Хельг уставился на зомбированного гиганта и невольно отшатнулся в шоке. Эй, песик. Хельг опустил глаза, услышав этос. Может ты добровольно прыгнешь туда? День. 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 Вдалеке раздавались громкие тревожные звонки. Шарлотта, которая до этого спокойно дремала, поспешно приподняла верхнюю часть туловища на кровати. Она быстро тряхнула головой, полной постельных волос. В дверь постучали, и служанки ворвались в ее комнату. Нежить начала свой набег. Миледи. Служанки проинформировали ее о сложившейся ситуации. Шарлотта кивнула и сказала им. Помогите мне собраться. Служанки тут же начали деловито двигаться, услышав ее команду. Они помогли ей надеть комплект белых доспехов. После того, как на нее надели доспехи паладинов, она прикрепила божественный меч к бедру и быстро покинула резиденцию. Она села на лошадь и быстро направилась к внешним городским стенам. Они идут. Не теряйте бдительности. Харман уже присутствовал на стене и отдавал команды. Обычные солдаты-новобранцы управляли большими осадными орудиями, в то время как заключенные держали в руках луки, копья, мечи, булавы. Они пристально смотрели на землю на некотором расстоянии, которое в настоящее время было окутано пеленой тьмы. Ку-е-е-е-е-е-е-хака. Наряду с наступающим ледяным холодом, орда нежити приближалась к ранее. Их чудовищные завывания вызывали дрожь у всех, кто слышал их рев, а их шаги были достаточно громкими и хриплыми, чтобы нагнать страху на обычных людей. Все, что сейчас можно было увидеть, так это бесчисленные светящиеся малиновые глаза. Огонь проревел Харман. Стрелы были заранее пропитаны маслом и зажжены, после чего сразу же были выпущены в орду нежити. Горящие стрелы дождем посыпались на землю за стеной, поражая зомби и освещая их ярким пламенем. Несмотря на то, что большая часть нежити шла весьма неуверенно, они не останавливались, пока их тела могли двигаться. Нежити было много и все они были разными, но в основном среди этой орды были скелеты, зомби и упыри. Все они были нежитью низкого уровня. Тем не менее, среди этой орды были и различные монстры и полулюди, что придавало странные ощущения приближающейся орде. Черт возьми, это же людоед. Глава 247. Ранее. Людоеды славились своей физической силой. Один из них, пошатываясь, направился к воротам крепости, поднял кулак и ударил кулаком по воротам. Бах. Ворота с шумом затряслись. Подпирайте их. На воротах уже были установлены опорные балки, но все это в конечном итоге сломалось бы, если бы людоед продолжал колотить по воротам. Заключенные бросились к воротам и начали подпирать их всем, что у них было. Тем временем верховный командир Ранее, Феодал Джинальд, взбирался на вершину внешней стены. Заключенные и солдаты отсалютовали ему, когда видели его. Стоя на стене, заключенные и солдаты смотрели на зомби, которые приближались к внешним стенам и начали перешептываться между собой. И сколько же их пришло на этот раз? Не уверен, но, должно быть, по меньшей мере около пяти тысяч. Заключенные, сохранявшие строй, посмотрели на своих коллег. Святое дерьмо больше, чем в прошлом году. Сейчас только середина ноября, но если уже все так плохо, то это значит, верно, мы будем в отчаянном положении 25 декабря. Все заключенные тихо застонали. Однако, несмотря на то, что они чувствовали напряжение, никто из них в данный момент не испытывал страха. К этому времени они уже стали довольно опытными. Они прекрасно знали, что могли дать отпор, если их противники были просто медленно движущимися зомби. Самое главное, хруст. Ворота скоро будут сломаны. Заключенные повернули головы и уставились на крепостные ворота. Зомбированный людоед пытался пробиться внутрь, размахивая руками. Затем заключенные переключили свое внимание на своего феодала, Джинальда Рипанга. Он обнажил свой меч и громко заявил, я разрешаю использовать божественность. Теперь они могли дать отпор, так как все они теперь могли использовать божественность. Все, собирайтесь. Осужденные быстро собрались в строй на некотором расстоянии от ворот. Вознесите свои молитвы. Людоед и другие зомби начали выплескиваться из проломленных ворот, как какой-то рой отвратительных насекомых. Феодал Джинальд Рипанг и заключенные стояли во весь рост в стороне от нежити. Все они глубоко вдохнули, после чего выдохнули. Они временно положили свое оружие на землю и опустились на колени, после чего сложили руки вместе и начали молиться. О, богиня милосердия и любви, Гея. Заключенные тихо начали возносить свои молитвы. Но зомби быстро приближались к ним. Бросить свое оружие, несмотря на то, что зомби вот-вот должны были дойти до них, было сродни массовому самоубийству. Все молящиеся заключенные знали это, поэтому на их коже неизбежно выступил холодный пот. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, все будет хорошо. Во всяком случае, они движутся медленно. Пожалуйста, даруй свою защиту нам, тем, кто получил милость господа святого. Они начали ощущать божественность, которая начала исходить откуда-то из глубины их тел. Усталость исчезла, и их напряженные мышцы расслабились. В то же время сила начала разливаться по их телам. Улыбки появились на лицах осужденных после того, как они почувствовали, как в них поднимается священная сила. Лорд Джинальд взглянул на них, после чего сфокусировал свой взгляд на зомбированном людоеде. Живые начали подбирать свое оружие. По милости господа святого, его высочества Аллина Альфалса. Лорд Джинальд обеими руками схватился за рукоять своего меча и высоко поднял клинок. Словно соответствуя ему, заключенные крепче сжали свое оружие. Мы уничтожим эту нежить. Все осужденные в унисон подняли головы и взревели в ночное небо. А-а-а-а-а-а-а-о! Лорд Святой с нами! Даже если мы умрем, благословение святого будет сопровождать нас. Божественность вырвалась из их тел. Маленькие сгустки божественности, выходящие из их тел, собрались в одном месте и создали нечто большее, после чего один огромный комок бросился навстречу приближающейся нежити. Лорд Джинальд замахнулся мечом надрогнувшего зомби и мгновенно размазжил голову нежити. Людоед потянулся к нему, но он ловко увернулся и метнулся между его большими ногами. Его меч, сейчас до краев наполненный концентрированной маной, заплясал в воздухе, разрезая плоть на ногах людоеда. Огромная нежить неуверенно пошатнулась, после чего в нее влетело огромное количество стрел, что превратило ее в ежа. Людоед потерял равновесие и рухнул на колени. Копейщики выставили свои копья вперед и пронзили существо. Забирайтесь на него сверху. Заключенные прыгнули на поверженное существо и начали рубить его. Еще один людоед. Осужденные отвели взгляды. Еще один больший людоед пытался пройти через гораздо меньшие отверстия в воротах. В руке он держал огромную дубинку. Блять, не удержался и выругался лорд Джинальд. Людоед нанес мощный удар дубиной и поднял в воздух группу вооруженных щитами солдат. Даже Джинальд не осмелился бы противостоять такому чудовищу. Убирайтесь с дороги. Он быстро перевел взгляд в сторону обладателя голоса. Паладин, облаченный в сияющие белоснежные доспехи, мчался сюда верхом на лошади. Это маркиза Шарлотта. Она обнажила свой божественный меч и влила божественность в лезвие, после чего высвободила из него поток мощной ауры. Людоед взмахнул дубинкой в направлении Шарлотты. Увернись от этого удара, прокричал лорд Джинальд, но Шарлотта не стала уворачиваться. Вместо этого она приказала своей лошади ускориться. Треск. Дубина людоеда и его большое тело были разделены на две части и рухнули на землю. Шарлотта спешилась с лошадей и, твердо упершись ногами, обутыми в сапоги и скованной стали, встала и преградила выход из пробитых крепостных ворот. Ее взгляд переместился вперед. Орда зомби численностью около 5000 голов хотела пройти через щель в воротах. Даже если это была Шарлотта, ей будет трудно остановить такую армию. После этой битвы определенно появится множество раненых и убитых. Но как раз в тот момент, когда она крепко сжала божественный меч, о, дорогая гея, она вздрогнула, услышав этот голос. Голос, который был ей так хорошо знаком эхом разнесся по ночному небу. Даруй нам. Заключенные быстро подняли головы и посмотрели вверх, после чего указали на точку в небе. Что это, черт возьми, такое костяная виверна? А моя богиня, виверны существуют на самом деле? Глаза Шарлотты постепенно становились все больше и больше. Вскоре прямо перед ней приземлился человек в серебристо-белых доспехах. Его тяжелая на вид броня сотрясла землю из-за его стремительного приземления. Он вдохнул в свой длинный мушкет, а затем тихо пробормотал, как будто разговаривал сам с собой. Свою милость и силу, чтобы очистить всю эту нежить. Он прицелился в орду нежити. Глаза Шарлотты чуть не вылезли из орбит, когда она уставилась в спину этого человека. Он нажал на спусковой крючок. Из дула мушкета вырвалось яркое пламя. Снаряд из божественности мгновенно пронзил нежить и стер их из этого мира. Аура божественности распространилась по окрестностям, как рябь опаляя плоть огромной орды. Шарлотта подсознательно потянулась к нему, но вскоре очнулась и поспешно отдернула протянутую руку. Она сделала несколько быстрых вдохов, чтобы с трудом унять бешено колотящееся от волнения и предвкушения сердце. Она была паладином, служащим принцу империи, членом дома Херрис, и она должна была служить императорской семье. Нельзя было позволять личным чувствам овладевать ею. Она несколько раз повторила эти слова в своем сознании. Шарлотта опустилась на одно колено и опустила голову. Шарлотта Херрис из Ордена Белого Креста. Она решила придержаться этикета и поприветствовал того, кого она так жаждала увидеть. Выказывает свое уважение вашему высочеству, принцу. Это было так давно, не так ли? Знакомый голос сумел снова встряхнуть ее сердце. Она подняла дрожащие глаза и уставилась на него. Как ты? Человек, облаченный в впечатляющие доспехи, снял шлем. Затем он повернулся и показал ей лицо, по которому она так скучала. Шарлотта. Аллен широко улыбнулся. Текст взят с ранобой рыв, переведено Сивен Сиадин. Глава 248. Ранее. Это действительно вы, ваше высочество. Шарлотта слабо улыбнулась, увидев лицо Аллена. Богатые эмоции, пробуждающиеся глубоко в ее груди, заставили ее тело отреагировать самостоятельно, но прежде чем она смогла встать и подойти к нему, кто-то в изумлении крикнул. Ваше высочество. Седьмой принц. Шарлотта повернула голову в сторону источника голоса. Он принадлежал ее приемному отцу, Грилу, который в настоящее время стоял у ворот крепости. Однако его, казалось бы, тихое бормотание, породило настоящую волну. Это лорд святой. Настоящий лорд святой. После того, как один человек сказал об этом, всеобщее внимание мгновенно сосредоточилось на Аллене. Эль лорд святой. От обычных заключенных до солдат, и даже новобранцев, что прибыли в северный регион не так давно, теперь все они смотрели на седьмого принца. Аллен вздрогнул от неожиданности и быстро огляделся. Все враньи смотрели на него взглядами, до краев наполненными благоговением и уважением, но это только вызвало взволнованное выражение на лице Аллена. В этом не было ничего удивительного, на самом деле, учитывая, что совершенно незнакомые люди начали кричать «Лорд святой», глядя на него, хотя никто не побуждал их к этому. На самом деле прямо сейчас он видел что-то еще, что сильнее удивило его. Большинство из тех, кто получил исцеление его высочества, теперь могут управлять божественностью. Седьмой принц попросил Шарлотту об одолжении, и оказалось, что ее расследование на самом деле не оказалось неправильным. Даже верховный командующий северной границей, которому было поручено управлять этой землей, граф Джиналь Трипанг, провел свое расследование. Он не стал сдерживаться, и каждая крупица собранной информации была предоставлена Шарлотте. Однако после того, как она ознакомилась со всей информацией, она оказалась сильно шокирована. Около 800 человек пробудили в себе способность владеть божественностью. Седьмой принц почувствовал себя совершенно сбитым с толку после прочтения ее доклада и сейчас был взволнован, так как лично стал свидетелем этого зрелища своими собственными глазами. Факт оставался фактом. Это было еще одно из чудес, которые его высочество совершил до сих пор. Шарлотта крепко сжала свой меч и уставилась на феодального лорда Ранее, Джиральда Рипанга, который в данный момент пристально смотрел на седьмого принца Аллина и шел к нему. Несмотря на появление новых пробужденных, он скрыл этот факт от остальной империи. Это означало, что он, должно быть, имел свои планы на этот счет. Чтобы защитить Аллина, Шарлотта быстро подошла к нему от первого лица. Объединенный рев осужденных все еще эхом отзывался в окрестностях. Каждый из них выкрикивал мое имя и называл меня лордом святым, но, к их сожалению, я даже не мог узнать большинство из них. И у меня, конечно, не было никакого желания заботиться об этом святом титуле или как бы они меня не называли. Я повернул голову и посмотрел на Хармана, который все еще был на внешней стене. Он слегка склонил голову в знак приветствия. Ладно, так, где же тогда мой старший брат? Я не увидел поблизости Руппеля. Я доверил Руппеля Харману, но поскольку ситуация в данный момент была критической, у него, вероятно, не было времени заботиться о благополучии моего брата. Кроме того, я все равно не давал ему прямого приказа не спускать глаз Руппеля. Он, вероятно, оставлял Руппеля на произвол судьбы, как тогда, когда я еще был сторожем кладбища. Моя костяная виверна приземлилась у внешней стены, позволив Алисе и Хансу спешиться. Кто-нибудь ранен? Спросила Алиса у Хармана, и он повел ее и Ханса туда, где были собраны раненые. Тем временем лорд Джинальд быстро подошел ко мне. Лорд приложил руку к груди, склонил голову и произнес. Прошло много времени, ваше высочество. Его приветствие было довольно коротким, вероятно, из-за текущей ситуации. Примерно в это же время Шарлотта подошла ко мне. Ее настороженные глаза были прикованы к лорду Джинальду, в то время как она взяла на себя свой долг обеспечить мне защиту. Должно быть, она подозревала Джинальда. Да, это было давно, я слегка поприветствовал его в ответ и снова надел шлем, после чего перекинул мушкет через плечо. Однако сейчас, похоже, не самое подходящее время для расслабленного наверстывания упущенного, не так ли? Еще больше нежити переступало через быстро распадающиеся трупы своих товарищей. Поскольку ворота были сломаны, нам, вероятно, придется вести фронтальный бой с этого момента. Что вы все делаете? Забаррикадируйте ворота, немедленно! Крикнул лорд Джинальд осужденным. Его громкий оклик разбудил заключенных, и они поспешно двинулись к воротам. Вооружившись большими щитами, заключенные бросились вперед. Мечи и копья были выставлены вперед между щитами, в то время как новая баррикада начала в спешке собираться позади них. Господь Святой пришел. Теперь нам нечего бояться. Мы не можем позволить себе показать ему что-то неприглядное. Заключенные заревели еще громче. Их боевой дух явно был на пике. Это была слишком крутая трансформация по сравнению с их прошлыми я, которые бледнели от страха и мочили свои штаны в тот момент, когда появлялась какая-нибудь нежить. Они отточили свои навыки в реальных боевых ситуациях, и я также чувствовал исходящую от них божественность. Все они были в основном молодыми птенцами, которые не так давно стали священниками. Конечно, я прочитал отчет Шарлотты, прежде чем пришел сюда, но подумать только, что так много людей действительно смогли начать использовать божественность. Ваше Высочество, я слышал, что вы можете контролировать нежить, сказал Джинальд. Я отвел взгляд от крепостных ворот и посмотрел на него. В настоящее время он ошеломленно смотрел на костяную виверну, которая сейчас находилась на внешней стене. Ты никогда раньше не видел, как я ее призываю. У меня были некоторые краткие проблески, но никогда не было возможности получить конкретное подтверждение, сэр. Дядя средних лет, который ранее пугался нежити, сейчас ярко улыбался мне в ответ сокровавленным лицом. Граф Джинальд Рипанг. Для меня большая честь, что вы вспомнили мое имя, Ваше Высочество. Я уставилась на него. Я слышал, что здесь есть те, кто недавно смог начать управлять божественностью. Я спрошу вас о причине, из-за которой вы не сообщили об их существовании теократической империи, но позже. Граф Джинальд склонил голову, обливаясь холодным потом. Да, милорд, конечно. Услышав его ответ, я развернулся, но именно тогда его голос донесся до меня. Все это было ради вас, Ваше Высочество. Я повернул к нему голову, но к тому времени он уже умчался куда-то. Я не мог не задуматься о его довольно многозначительном заявлении, но затем знакомый голос привлек мое внимание. Ваше Высочество. Шарлотта, стоявшая во весь рост позади меня, позвала меня. Все, что я смог сделать после того, как увидел ее в этих белоснежных тяжелых доспехах, так это криво усмехнуться. Знаешь, я отправил тебя в отпуск, чтобы ты смогла получить заслуженный отдых, но, в конце концов, ты все равно работаешь. С грилом все в порядке? Мой вопрос вызвало беспокоенное выражение на ее лице. Затем она почему-то молча указала на ворота крепости. Кто я такой? В том месте, куда сейчас указывал ее палец, находился мужчина средних лет, который ревел во всю силу своих легких. Заключенные вокруг него закричали в унисон. Грил, грил, грил. Вот именно. Я, отец дочери, которая является главой дома Маркиза. В его правой руке был огромный обоюдоострый топор, в то время как в левой он держал крепкий щит. Он звякнул топором и щитом вместе, стоя перед приближающейся ордой зомби. Я, Грил Херрис. Заключенные, блокирующие зомби щитами, начали отступать. Когда нежить ворвалась внутрь, Грил глубоко вздохнул. Древко топора, зажатая в его руке, издавало звуки, похожие на скрип. И затем... Он издал громкие энергичные вопли и замахнулся топором. Огромное лезвие начало разрывать конечности приближающихся зомби на части. В то же время копья были выставлены вперед, и они начали пронзать и отталкивать орды зомби. Хэм, это действительно грилл? Со странным выражением на лице она прошептала. Да да, ваше высочество. Судя по тому, как она слегка заикалась, она, должно быть, тоже чувствовала себя очень взволнованной. Разве я не использовал совсем немного божественности на этом парне? Я каким-то образом, в буквальном смысле, создал настоящего паладина. Текст взят с Ранаба и Рыв, переведено Сивенси 1. Глава 249. Лорд Дженальд. И все же, я не помню, что бы даровал ему звание паладина, хотя, сказав это, я перевел взгляд на Шарлотту. Он любит себя так называть, ваше высочество. Значит, он действительно хочет стать паладином? Я думал, он боится зомби. Мужик, который ранее был частью среднестатистической сельской деревни, сейчас обладал способностями, которыми обладали настоящие паладины. Я криво усмехнулся этому откровению. Все вы отойдите в сторону, скомандовал я, подходя к воротам. Осужденные были ошеломлены, после чего громко крикнули. Лорд Святой повелел нам. Все, отойдите назад. Сейчас же, несмотря на то, что на моем лице была недовольная гримаса, я встал перед проломленными крепостными воротами и призвал свою святую нежить. Новая нежить начала прорываться сквозь поверхность земли. Чтобы максимально снизить потребление божественности, я достал двуручный меч из инвентаря и попросил Касима влиться в него. Заключенные были застигнуты врасплох нежитью, что выползало из холодной, твердой земли, и быстро отступили назад. Однако вскоре они осознали тот факт, что эти немертвые обладали божественностью, и их настороженность мгновенно исчезла, сменившись чистым изумлением. Святая нежить – это армия святого. Ну, ты знаешь, та самая, о которой ходят все эти слухи. Армия святой нежити перекрыла доступ к воротам. Что касается меня, то я крепко сжал большой меч и отвел его назад. Мой взгляд был направлен на сцену передо мной, на армию численностью примерно в 4000 голов. Их души скоро получат спасение. Я полностью взвел большой меч назад. В то же время моя святая нежить опустила свои тела. Я сделал глубокий вдох, после чего активировал божественную ауру ветра. Ветер начал конденсироваться на двуручном мече, и я, фуууу, освободил их всех. Бесформенные лезвия ветра мгновенно превратили в пыль всю нежить, что толпилась около врат. Даже их прежних оболочек не осталось. Все они превратились в пепел и были полностью потушены. После этого я сделал маленький шаг вперед. В то же время святая нежить, стоявшая на готове позади меня, бросилась вперед. Белая божественность, что исходила из большой орды святой нежити, прогнала тьму прочь. Это будет самой настоящей охотой на зомби. Это нежить низкого уровня с медленными, неуклюжими движениями, никак не могла быть противником моей святой армии. Я чувствовал взгляды заключенных, которые уставились на меня и святую нежить. Это и есть настоящая божественность. Я перевел взгляд и оглянулся. Они смотрели на свои собственные руки. Радость, ранее запечатленная на их лицах, исчезла. Сейчас их лица были напряженными. Они, вероятно, были свидетелями разрыва в силе между ними и мной. Что на самом деле было к лучшему, на самом деле. Я не знал, что в данный момент готовил граф Джинальд, поэтому решил, что было бы неплохо привить им это чувство абсолютного давления. Ну, в конце концов, в этом мире подавляющая сила была абсолютной необходимостью, если кто-то хотел начать контролировать большую группу людей. Я повесил большой меч на плечо и призвал для себя скелета образного коня. Различные кусочки костей быстро собрались и сконструировали лошадь. Я вскочил на коня и вместе с остальной кавалерией бросился навстречу приближающимся зомби, после чего нанес удар своим мечом. Зомби низкого уровня, которые преобладали здесь, в северном регионе, были недостаточно хороши даже для того, чтобы служить второстепенным отвлекающим фактором. Я даже почувствовал себя виноватым перед врагами, с которыми сражался до сих пор, из-за того, что осмелился сравнить их с этими низшими существами. Но это не значит, что я позволю им делать все, что они хотят. Это была обязанность императорской семьи очищать злых духов. Я подогнал ногой свою скелета образную лошадь, и она поскакала еще быстрее. Утреннее солнце начало освещать окрестности. Я все еще ехал на скелета образной лошади, а мой двуручный меч своим носом смотрел прямо в землю. Последний зомби находился прямо подо мной, на земле. Конь, на котором я ехал, встал на дыбы и ударил копытами, уничтожив в итоге голову зомби. На этом вторжении у нежити пришел конец. Однако новая волна может довольно скоро появиться снова. Появится ли она сегодня, или, может быть, завтра или даже послезавтра, никто не знал. Я перевел взгляд в сторону. Шарлотта подошла ко мне и низко склонила голову. Я слышала, что вы проделали долгий путь, ваше высочество. Я рекомендую вам сделать небольшой перерыв в резиденции. Я хочу встретиться с графом Джинальдом до этого. Она подняла голову и посмотрела на меня. Склонив голову на бок, она осторожно спросила. Ваше высочество, вы хотите допросить графа Джинальда? Я просто кивнул в ответ. Прямо сейчас мы должны были сосредоточить наше внимание на предстоящем вторжении вампиров, но над нашими головами нависла туча неопределенности. Неопределенности в отношении потенциальной вспышки внутренних раздоров в границах теократической империи. И для начала мне нужно было получить ответ на этот вопрос. Без сомнения, граф Джинальд был тем, за кем следовало присматривать сейчас, так как он получил графский титул и получил полный контроль над войсками северного региона. Пожалуйста, организуй нашу встречу, попросил я, и Шарлотта кивнула. Харман взял на себя обязанность по зачистке все еще живых мертвецов. Несколько человек были ранены во время битвы, поэтому Алиса и Ханс взяли на себя заботу о них. Некоторое время спустя я шел по коридорам резиденции под руководством Шарлотты. В конце концов, мы добрались до кабинета и вошли внутрь. Граф Джинальд Рипанг поприветствовал меня, явно ожидая моего прибытия. Прежде чем я успел что-то сказать, он первым опустился на колени. Он склонил голову, приветствуя меня, принца, согласно обычаям. Глава дома Рипанг, а также командующий северным регионом ранее, граф Джинальд Рипанг выражает свое почтение вашему высочеству, седьмому принцу. Внешне он выглядел как верный слуга, но это только усилило мои подозрения по отношению к нему. У меня возникли подозрения относительно того, начал ли этот феодал, который в прошлом был пугливым котом, вынашивать неразумные амбиции относительно своего будущего после того, как приобрел некоторую власть и статус. Не получив согласия графа, я сел на один из диванов. Присаживайся, Джинальд. Я намеренно окликнул его по имени. Это было всем, что я сделал, но Джинальд показал довольное выражение лица и устроился на другом диване прямо напротив моего. Что касается Шарлотты, то она, как всегда, стояла у меня за спиной. Тем не менее, я заметил, как ее рука на всякий случай легла на рукоять меча. Джинальд. Я не из тех, кто ходит вокруг да около. Официальное количество солдат и заключенных, которые пробудили свою способность владеть божественностью, составляет в общей сложности около 800 человек. Согласно отчету, все они, похоже, пробудили свои способности к управлению божественности около одного или двух лет назад. Однако ты еще не сообщил об этом императорской семье. У тебя была для этого причина? Граф Джинальд уставился на меня в ответ, некоторое время сохраняя молчание. Я начал охмурить брови из-за его молчания, что вызвало горькую усмешку на его лице. Он почесал затылок. У меня не было никакой особой причины, ваше высочество. Мы только хотели. Он опустил голову и пробормотал, как будто разговаривал сам с собой. Оказать вам некоторую помощь, ваше высочество. Эм, граф Раниэ, Джинальд Рипанг, слегка приподнял голову, после чего продолжил. Это было сделано для того, чтобы уголки его губ медленно приподнялись. Ваше высочество стал новым хозяином теократической империи. Я словно смотрел на человека, очарованного чем-то прямо сейчас. Чтобы сделать вас следующим святым императором, ваше высочество. Когда он сказал это, в его глазах, казалось, загорелись огоньки безумия. Текст взят с Ранабай Риф, переведено Сивен Си 1. Глава 250. Лорд Джинальд, Шарлотта. Шарлотте понадобилось услышать всего одно слово Аллина, чтобы выхватить свой меч и направить его на графа Раниэ, Джинальда Рипанга. Однако граф не дрогнул, когда на него было направлено острое лезвие. Вместо этого он остался непоколебимым, стоя лицом к ее мечу. Аллин нахмурил брови, наблюдая за реакцией графа Джинальда. Что это за дерзкое отношение? После победы над нежитью в Раниэ, Джинальд, должно быть, преодолел свою естественную склонность бояться и стал намного смелее. Ну, это дело только что стало по-настоящему неприятным. Аллин сделал все возможное и подавил свое желание помассировать виски. Кто бы мог подумать в своих самых смелых мечтах, что пугливый граф замышляет восстание такого масштаба. И не только это, что еще он сказал. Все это ради меня? Вот это было действительно опасное заявление. Это звучит так, как будто теперь я стал боссом повстанцев. Что произойдет, если эта маленькая история достигнет ушей святого императора без каких-либо изменений? Я могу оказаться на веселице, как мой дорогой брат Руппель. Аллин сглотнул, так как у него пересохло в горле, но сказал, притворяясь невозмутимым. Я как святой император? Что за забавная идея? Почему ты вообще мечтаешь о такой ерунде? Граф Джинальд криво улыбнулся. Он сцепил пальцы и уткнулся в них лбом. После того, как граф вампиров был убит, был проведен праздничный банкет. Действительно, тогда граф вампиров напал на Ронию, и мы смогли победить вампира и его армию. В столице империи, Лавренсисе, состоялся праздничный банкет, и, естественно, Джинальд был приглашен на него в качестве графа. Вот тогда я и стал свидетелем этого, ваше высочество. Джинальд уставился на Аллина, а выражение его лица исказилось. То, что я увидел, все игнорировали вас и смотрели на вас высоко. Граф был глубоко потрясен тем, что увидел тогда. Там был герой, который лично победил графа вампиров и спас тысячи. Нет, десятки тысяч жизней, но все же дворяне только бросали на него укоризненные взгляды и шептали разного рода насмешки. Но закончилось ли все это на этом? Нет, даже святой император полностью проигнорировал своего собственного внука. Даже старший брат мальчика, тот, в ком текла та же кровь, что и у его матери, сошел с ума и бросился на седьмого принца и даже потребовал дуэли, не так ли? В конце концов, седьмому принцу пришлось пройти через унижение. Жалкий маленький принц, у которого не было ни власти, ни статуса. Не было бы ничего странного в том, что мальчика бы снова изгнали или даже лишили жизни из-за того, что он оказался втянутым в борьбу за власть. Ни один человек не поддержал его. Никто не хотел становиться его сторонником. Он должен был существовать в полном одиночестве. И это и есть моя причина, ваше высочество. Граф Джинальд рассказал о том, что он чувствовал тогда, и поднял голову, чтобы встретиться взглядом с Аллином, при этом он не стал отводить свой взгляд. Вот почему я хотел стать сторонником вашего высочества. Для достижения своей цели граф Джинальд работал без устали. После повышения своего звания пирода графа он начал получать значительную финансовую поддержку от императорского двора. С огромным бюджетом и ежегодно поставляемыми товарами, и даже заключенными, которые начали пробуждать в себе новые силы. Все до единого завербованные солдаты и заключенные, которых обучал граф, единодушно начали поддерживать седьмого принца. На случай, если принц будет отвергнут во время борьбы за власть и его жизни будет угрожать опасность, они хотели стать его щитом. Даже если такой маневр мог быть расценен как восстание, им было все равно, кто был лучше, чем седьмой принц. Но все эти усилия были напрасны. Седьмой принц просто не нуждался в них. Граф Джинальд мог только криво улыбнуться. Все было напрасно. Седьмой принц был не так слаб, как представлял себе Джинальд. Мальчик не только вырвался из тюрьмы, используя свои собственные силы, но он даже спас своего собственного проклятого брата, который не хотел иметь с ним ничего общего. Разве что он не был прочь сразиться с ним насмерть, и после этого он начал выслеживать скрывающихся вампиров. Он спас принцессу во время войны в Аслане, совершил славный подвиг, убив тирана из вражеской нации, а затем вернулся домой, чтобы лично свергнуть лидера коррумпированной мятежной церкви Кайолия, кардинала Микаэля. После этого он остановил кровавую гражданскую войну, происходящую в королевстве Ломе, и, судя по тому, что слышал Джинальд, мальчик, казалось, тоже совершил нечто экстраординарное в Айрансе. Чем больше славных дел он совершал, тем быстрее росла поддержка седьмого принца со стороны граждан, и в итоге святой император Кельт назначил его своим преемником. Больше не было необходимости, чтобы Джинальд делал шаг вперед. Похоже, я сильно недооценил вас, ваше высочество. Джинальд был искренне рад видеть, как седьмой принц становится сильнее и получает признание каждого, используя свою собственную силу. Но, несмотря на это, он чувствовал некоторую горечь, осознавая, что все его собственные усилия были напрасны. Мало того, он был раздавлен тяжестью своей вины за то, что потенциально навредил седьмому принцу, вызвав подозрение в подстрекательстве к восстанию. Действительно, от этого обвинения было бы трудно отмахнуться. Императорская семья, конечно, не допустила бы, чтобы этот инцидент был замят без каких-либо последствий. Не только граф Джинальд, но даже осужденные будут наказаны за подготовку к мятежу. Он начал крепко сжимать кулаки. Вместо того, чтобы помочь его высочеству, мы стали для него помехой. Джинальд собрал большую силу без ведома седьмого принца, и новости об этом, наконец, достигли уши императорской семьи. Без сомнения, дворяне рано или поздно обратятся к святому императору с просьбой немедленно подчинить себе такую силу. Что касается седьмого принца, то его могут даже вышвырнуть с поста преемника, того самого поста, которого он достиг с таким трудом. Мне не следовало. Именно в этот момент седьмой принц открыл рот. Это правда, что армия, которую ты собрал, может вызвать большой хаос в теократической империи. Однако, граф Джинальд посмотрел на Аллина. Она также может оказать большую помощь императорской семье. Брови Джинальда поползли вверх. Аллин слабо улыбнулся и встал с дивана. Без сомнения, это было важное событие, но сейчас он говорил о нем таким беззаботным голосом. Составь подробный отчет и немедленно передай его императорской семье. Однако, Аллин положил руку на плечо графа Джинальда и усилил хватку. Не забудь добавить, что ты тайно создал армию, способную защитить северную территорию и сдержать угрозу в виде наступления вампиров. Джинальд кивнул с несколько странным выражением на лице. Даже он мог сказать, что такое объяснение никого не убедит. В конце концов, взращивание священников не могло идти всего год-два. Однако в данный момент теократическая империя отчаянно нуждалась в большем количестве людей, и ей, безусловно, потребуется некоторое время, чтобы обдумать некоторые варианты. Я, эээ, я так и сделаю, ваше высочество. Однако, не поставит ли это вас в затруднительное положение, милорд? О, и ты подумал об этом только сейчас. Аллин покачал головой. В любом случае, он и так был в затруднительном положении. Но это не означало, что он бросит все семена, которые он посеял, на произвол судьбы. Только святой император имеет право решать вашу судьбу. И еще, граф Джинальд Рипанг, я поговорю от твоего имени с его величеством относительно вашего возможного приговора. Этот граф из северного региона был одним из немногих знакомых седьмого принца. Мало того, он поклялся в верности Аллину, что сделало его бесценным солдатом в предстоящей битве против вампиров. Армия пробудившихся священников, которая только недавно начала принимать надлежащую форму, потеряет смысл, если графа Джинальда посадит в тюрьму. Однако, думаю, с ним все будет в порядке. Учитывая его былые заслуги и собранную армию, императорская семья должна будет проявить милосердие и воздержаться от любого тяжелого наказания. Святой император Кельт не слишком разозлился бы, если бы эта армия отошла под его контроль. Конечно, старик временами бывал довольно импульсивен, но все же он был святым императором, который ставил благополучие своей нации на первое и самое главное место. Но сначала мне придется постараться, чтобы убедить его. Тем, кто в первую очередь требовал расследования, был Аллин. Императорская семья, должно быть, изучит произошедшее в северном регионе и выяснит, что здесь произошло. К тому моменту у нее будет довольно хорошее представление о настоящей причине. Если что-то подобное этому повторится в будущем, я хочу, чтобы ты сначала поговорил со мной. В противном случае, ты поставишь меня в затруднительное положение. Плечи графа Джинальда поникли. Я приму это близко к сердцу, ваше высочество. Затем Аллин перевел взгляд на Шарлотту. А пока прикажи арестовать графа Джинальда. Поскольку в настоящее время он находится под подозрением, его нельзя оставлять без присмотра. Поняла, Шарлотта поклонилась. Аллин собрался уходить, но, прежде чем ушел из кабинета, он еще раз посмотрел на Джинальда и сказал. Тебе придется горячо отстаивать свое дело перед его величеством, если ты хочешь сохранить свою жизнь. Сделай все возможное и убеди его. Аллин вышел из кабинета, и Шарлотта вложила меч в ножны. Граф Джинальд смотрел за тем, как меч возвращается в ее ножны, и, когда напряжение, управляющее его телом, спало, он бессильно откинулся на спинку дивана. Я все еще жив? Честно говоря, он не мог до конца понять, что заставило его действовать так уверенно. Сложные эмоции счастья от возможности снова встретиться с седьмым принцем, печаль от осознания того, что он мог причинить вред принцу, и решимость с легким облегчением от того, что он не возражал умереть от рук принца. Все эти эмоции беспорядочно витали в его голове. И теперь, когда Аллина в этой комнате больше не было, к этому необычному коктейлю добавился ужас. Я снова причинил ему вред. Не так уж много мог сделать для принца граф, который управлял какой-то глушью. Джинальд вздохнул. У него будет всего два пути после того, как он напишет этот отчет. Либо изгнание, либо смерть. Но во всем этом была и положительная сторона. Может, ему и придет конец, но, по крайней мере, заключенные и солдаты ранее не будут наказаны. Это милость богини Гея и ее лорда святого. Граф Джинальд сложил руки и помолился. Как набожный верующий, он планировал следовать за тем, кому поклонялся, до конца. Текст взят с Ранаба и Рыв, переведено Сивенсе 1. Глава 251. Лорд Джинальд. Это полный бред. Я покачал головой, идя по коридору резиденции. В прошлом Джинальд, граф Раниэ, был изгнан в этот северный регион за уклонение от уплаты налогов. Однако позже выяснилось, что его подставили, и святой император приказал вернуть ему его бывшую территорию, но он попросил, чтобы вместо его старой территории ему разрешили остаться в ранее. Подумать только, что он сделал это по такой причине. Кроме того, что, черт возьми, с ним произошло. Я словно смотрел на религиозного фанатика. Он был так глубоко погружен в свои убеждения, что в его сердце не было ни капли страха. Да, он был словно религиозный псих, который мчался на предельной скорости, не имея никаких тормозов вообще. Хотя он и не относился ко мне враждебно, он без колебаний пошел и сделал что-то, что потенциально могло подвергнуть меня опасности. То, что сказала Алиса, было абсолютно правильным. Она сказала, что один из святых древних времен был способен создавать верующих. Однако то, что я здесь видел, казалось мне намного хуже, чем то, что она рассказала мне, пока мы летели на спине костяной виверны. Такими темпами я в итоге не смог бы контролировать ситуацию. Императорской семье придется внимательно следить за этим вопросом и все время быть на стороже. Стоп, это дело касается не только этого места, не так ли? Я потер подбородок, идя по коридору. Рабы, удерживаемые Черным Орденом в Аслане, тоже должны быть в какой-то степени затронуты. Принцесса Тина вдруг обрела возможность управлять божественностью, так что. Кроме того, беженцы, которых я спас в Королевстве Ломе, тоже. Ух, их так много. У меня разболелась голова. Я не сдерживал свою божественность, когда спасал людей, но подумать только, что моя собственная сила в итоге приведет к такому развитию событий. Я всегда верил в то, что знаю все, что нужно знать. Я был слишком самонадеян в этом вопросе. Размышляя о том и о семь, я продолжал идти по коридору, после чего перевел взгляд на окно. На месте, немного удаленном от резиденции, стройными рядами маршировали заключенные. Поскольку все они были вооружены лопатами, я решил, что им приказали убрать снег с полей или что-то в этом роде. Именно тогда один парень привлек мое внимание. Брат, это был Руппель. Нет, Харман сказал мне, что Руппель получил новую личность с помощью графа Джинальда, не так ли? Имя. Шуппель. Возраст. 27. Специальность. Перевернул старую страницу. Отличное владение копьем. Отличное телосложение. Могущественная божественность. Атрибуты мудрого короля. Имеет значение только искупление моих грехов. Я должен поставить перед собой цель и спасать людей на этом пути. Я использовал мысленный взор и уставился на далекую спину Шуппеля. Он изменился. Вау. В конце концов, он действительно начал все с чистого листа. Я изучал его статус немного шокированным лицом. Даже его имя изменилось. Было ли это тем, что происходит, когда кто-то решал изменить свое имя навсегда? Как раз в тот момент, когда я стоял и думал об этом, с другой стороны коридора появился Ханс, держа в руках бутылку в форме тыквы. Хэм. Ваше высочество. Как вовремя. Я повернул голову и посмотрел на него, а он быстро подбежал ко мне. Эта тыква, похоже, была той, в которую он просил меня налить немного святой воды. Ханс слегка потряс бутылку, после чего подтолкнул ее ко мне. Пожалуйста, выпейте это. Что это, черт возьми, такое? Я взял тыкву и открыл пробку, из-за чего отвратительная вонь быстро заполнила коридор. Слуги и служанки на некотором расстоянии от нас нахмурили брови и посмотрели в нашу сторону. Я тоже поморщился от этого ужасного запаха. Этот запах намного отвратительнее, чем вонь от гниющих трупов. Вы тоже так думаете? Ханс прикрыл нос и ухмыльнулся с глубокой гордостью. Пожалуйста, выпейте это. Ты пытаешься отомстить мне за то, что я заставил тебя пройти через многое. Я бросил на него свирепый взгляд, и он быстро замахал руками в знак отрицания. Конечно, нет. Это на самом деле чудо-препарат, который определенно будет очень полезен для вашего организма. Чудо-препарат? Он поможет вам оправиться от усталости, а также повысит естественный фактор исцеления. Кроме того, он также должен способствовать росту человека. Ах, конечно, он может не очень сильно помочь вам, ваше высочество. В конце концов, вы и так до смешного сильны. Им просто, повторил я, наклонив голову. Ханс сказал с быстрым кивком. Знаете, священники иногда так поступают, не так ли? Чтобы ускорить свой рост, они пьют святую воду и тренируются. Хотя, это не оказывает большого влияния на высокопоставленных священников, так как святая вода обычных священников зачастую не очень мощная, а сам метод изначально не является таким уж эффективным, из-за чего большинство священников игнорируют его. Но эта жидкость, по крайней мере, в два раза эффективнее, чем этот метод. А что насчет клинических испытаний? Кто я такой, сэр? Разве я не признанный гений? Ханс выпрямил спину и уверенно ударил себя в грудь. Если я говорю, что все в порядке, то так оно и есть, сэр. Тогда почему бы тебе не выпить ее? Я подтолкнул тыкву обратно к нему, и он сильно нахмурился. Однако он все равно забрал бутылку обратно. Серьезно, сэр. Сколько лет мы знаем друг друга? Подумать только, что вы все еще не верите в меня. Прошло не так уж много времени с тех пор, как мы впервые встретились. Теперь смотрите внимательно, сэр. Посмотрите, насколько чудесное это лекарство. Ханс сделал глоток жидкости из бутылки. Затем он прополоскал ее во рту, после чего проглотил. И затем... У-у-у-у-у-у. Он поспешно прикрыл рот рукой. Лицо Ханса вдруг стало похожим на лицо человека, которого вот-вот вырвет. Он поспешно открыл окно и высунул голову наружу, как будто собирался опорожнить туда свой желудок. Тем не менее, он изо всех сил старался сдержаться и прикрыл рот обеими руками. Я думал, что это ценное лекарство. Это нормально, вот так извергать его? Я... Оно просто слишком отвратительное. Вот почему, кроме того, сэр. Я его еще не изверг из своего желудка. Вы действительно правы в том, что это лекарство ценное, и будет очень трудно найти подобное во всем мире. Ханс прислонился к стене, так как потерял много энергии. Я позвал служанку и попросил ее помощь ему подняться. Затем я покачал головой, глядя на нынешнее состояние Ханса. Но мне оно не нужно. Кроме того, ты сказал, что на меня оно все равно не сильно подействует. Ханс, которому служанка помогла подняться на ноги, ответил с некоторым трудом, так как холодный пот стекал по его лицу. Энну, да. Это правда. Однако я больше думал о том, чтобы вы подарили его какому-нибудь знакомому. Сэр, ты хочешь, чтобы он проклинал меня всю жизнь? Я забрал бутылку у Ханса и слегка встряхнул ее. Сделав это, я выглянул в окно. Я больше не видел своего старшего брата. Поскольку работа по уничтожению трупов была в самом разгаре, его, скорее всего, отправили туда в качестве дополнительной рабочей силы. Я немного поразмыслил над этим, после чего спросил у Ханса. Ты сказал, что это лекарство хорошо снимает усталость, не так ли? Да, сэр. Однако его вкус до безумия отвратителен, вот и все. Озорная ухмылка появилась на моем лице. Будет забавно разыграть пару шуточек над моим братом. В конце концов, мы давно не виделись. От третьего лица, солнце медленно садилось за горизонт. Когда тьма снова опустилась на землю, заключенные, до этого занятые уборкой трупов за пределами замка ранее, начали просачиваться обратно в замок. Эй, мистер кладбищенский смотритель, ночью довольно опасно. Заканчивай и возвращайся обратно. Крикнул один из заключенных Шуппелю. Но даже тогда Шуппель продолжал укладывать трупы в фургон. Я присоединюсь к вам немногим позже. Сильно вспотев, Шуппель, тем не менее, произнес это спокойным тоном. Другие заключенные уставились на него, после чего обменялись взглядами друг с другом, а затем пожали плечами. Этот дурак сошел с ума. Он похож на одержимого, не так ли? Ничего не делает, кроме работы, а потом он делает еще больше работы. Я слышал, он совершил огромное преступление, прежде чем его отправили сюда. Не знаю, что это за преступление, но он, по-видимому, надрывается, чтобы замять свои грехи. Заключенные один за другим начали возвращаться в замок. Тем временем солнце полностью село. Вскоре, когда ночь полностью опустилась на землю, Шуппель потянул повозку и направился обратно в ранью. Даже для него находиться ночью за пределами замка было слишком опасно. Но в следующий момент он вздрогнул от неожиданности, и все его тело напряглось. Он отпустил повозку и быстро обнажил меч, что до этого висел у него на бедре. Кто там? Спросил он и уставился в темноту перед собой. Из густой темноты вышел человек. Это был священник в белом одеянии и маске с птичьим клювом. Он также держал бутылку в форме тыквы. Ты спрашиваешь, кто я такой? Понизив голос, проговорил человек в маске с птичьим клювом. Он склонил голову на бок и слегка потряс бутылкой из тыквы. Просто мимо проходящий священник. Алли Назарно ухмыльнулся под маской. Текст взят с Ранабай Рэф, переведено Сивен Сиадин. Глава 252. Дополнительный священник. Отлично. Кто бы мог подумать, что запас демонической энергии простого домашнего животного окажет такую большую помощь. Громко произнес граф Тимонг. В данный момент он смотрел на большую яму. Сама яма в этот момент сильно дрожала. Местность загрохотала, и чудовищный вой, вырвавшийся из дыры, громовым эхом отразился в небе. Гигант, запечатанный там, внизу, закатывал сильную истерику, пытаясь вырваться из своих оков. Однако другие йотуны предотвращали его попытки к бегству, блокируя яму прочными цепями, прикрепленными к вбитым в землю кольям. Будь терпеливее, о, дорогой господин. Тебе еще слишком рано пробуждаться ото сна. Это существо было создано из одного из королей расы титанов. Это был грязевой гигант по имени Меккуркальви. Из немногих йотунов, которым удалось пересечь измерения, это существо, несомненно, было самым могущественным. Если бы Тимонг смог накормить этого грязевого гиганта достаточным количеством демонической энергии и развить его, я смогу использовать сердце великана и разбить дверь между измерениями. Верно, он смог бы создать совершенные врата телепортации и метод навечно запечатать что-то, отбросив даже живых в другое измерение. Мы сможем устранить святого императора. Сильнейший человек в истории, а также их худший кошмар, Кельт Эльфалс. Он будет запечатан навсегда. Если этот человек будет удален с поля боя, тогда не имело значения, был ли это наследный принц или король мечей, никто из них не сможет противостоять королю вампиров. Это была единственная причина, из-за которой благородный король вампиров до сих пор лично не вступил в теократическую империю. Однако ему все еще не хватает энергии. Граф Тимонг задумчиво потер подбородок. В душе он был истинным алхимиком, поэтому стремился достичь абсолютного совершенства. Это означало, что у него не было никакого желания выпускать наполовину испеченного грязевого гиганта и использовать его сердце. Чтобы еще лучше усовершенствовать грязевого гиганта, нужно было принести еще множество подношений. Граф Тимонг перевел взгляд и уставился вдаль. Армия шатающихся зомби куда-то направлялась. Точно, тут поблизости есть. Неподалеку отсюда была крепость живых под названием Ранея. Крепость, созданная, по-видимому, для того, чтобы унять ярость нежити. Это место охранялось сборищем разношерстных заключенных и кучкой солдат. Если я правильно помню, то это место называется жертвенным замком, не так ли? Зловещая усмешка появилась на губах графа Тимонга. Какое подходящее имя? Это звучит как идеальное место для создания логова жертвоприношений, не так ли? Действительно, скорее всего ему будет достаточно пожертвовать огромным количеством людей, что жили в том месте. О, услышьте меня, мои дорогие йотуны! Крикнул граф Тимонг, и йотуны начали собираться вокруг него. Около 30 массивных йотунов собрались вместе, а их шаги сотрясали землю. Ростом около 8 метров, они возвышались над графом Тимонгом, поэтому они смотрели на него сверху вниз. Вампир поднял к ним голову и отдал новый приказ. Идите и захватите жертвенный замок. Принесите в жертву каждого живущего там человека. А затем, в крикливом голосе графа Тимонга закралось безумие. Принесите славу открытию самых первых в мире совершенных врат телепортации. Зомби собрались в орду и начали двигаться. Граф Тимонг начал разбивать различные скрытые кувшины, которые созревали в течение неисчислимых десятков лет внутри ледяного замка. Различная нежить начала вываливаться из разбитых банок и присоединялась к орде зомби. Йотуны шли вместе с ними. Их целью был жертвенный замок. Вот чина ранее. Шуппель нахмурился, глядя на человека в маске перед собой. Этот человек перед его глазами, казалось, не относился к нему враждебно, но улыбающиеся глаза, едва видимые под маской с птичьим клювом, несколько действовали ему на нервы. Шуппель держал свой меч на готове, но прежде чем он успел что-то сказать, человек в птичьей маской первым нарушил напряженное молчание, указав на него пальцем. Ты знаешь, для тебя довольно опасно продолжать направлять эту штуку на меня. Что? Шуппель в замешательстве наклонил голову, но это длилось всего секунду или две. Земля рядом с ним внезапно взлетела вверх. Он быстро развернулся и заметил монстра, стоящего во весь рост среди снега. Сероватая шкура покрывала его высокое тело, а в левой руке он держал отвратительно оплавленную голову. В правой руке этой нежити был огромный меч. Это был Дуллахан. Существо, погребенное под кучей снега, очнулось от осна после захода солнца. Проливая холодный пот, Шуппель попытался увернуться, но к тому времени меч нежити уже летел в его сторону. Грубое, но все еще острое, зазубренное лезвие без колебаний влетело в незащищенную грудь Шуппеля. Я не смогу увернуться. Он попытался заблокировать удар, подняв свой меч. Однако он понял, что опоздал. Но как раз в этот момент кто-то схватил Шуппеля за загривок и швырнул на землю. Он поспешно перевел взгляд и уставился на священника, который дернул его вниз. Возможно, Шуппель больше не был в пределах досягаемости Дуллахана, но вместо этого священник теперь стоял перед нежитью. Послушай меня, он слишком опасен. Убегай отсюда. Дуллахан был нежитью среднего уровня. Начинающему священнику было бы чрезвычайно трудно иметь дело с таким существом. Как только эта мысль начала формироваться в голове Шуппеля, Дуллахан начал свою вторую атаку. Клинок был направлен в сторону священника в птичьей маске. Последний впрыснул божественную энергию в свои руки и слегка взмахнул кулаком. Клинок и кулак столкнулись, и оружие отлетело в сторону. Что за? Прежде чем Шуппель успел издать вздох удивления, священник сделал маленький шаг вперед левой ногой, выпрямился и сильно ударил Дуллахана в живот. Бах! Окружающий воздух надорвался из-за мощного удара, и тело Дуллахана взлетело вверх, после чего рухнуло обратно на заснеженную землю. Нежить замахала конечностями, как перевернутые насекомые, и чудовищно завыло. Даже не можешь увернуться от этой атаки какого-то Дуллахана. Это так разочаровывает, затем глаза под птичьей маской свирепо посмотрели на Шуппеля. Тогда в чем был смысл твоего воскрешения? Шуппель застыл от удивления, после чего бросил многозначный взгляд на таинственного священника. Кто это? Стоп, может это Аллин? Люди, знающие о его возрождении, об этом знал только Аллин и, возможно, его приближенные. Шуппель слышал, что седьмой принц приехал навестить Ранью, но он даже не осмеливался подумать о том, что он решит навестить своего брата. Он не чувствовал, что находился в таком положении, в котором мог встретиться с принцем империи. Однако, если этот человек действительно был Аллином, он бы не скрывал свое лицо. Не менее важным было и то, что у принца из императорской семьи не было столько времени, чтобы он мог так свободно навестить Шуппеля. Примерно в этот момент мистер неизвестный в птичьей маске поржал плечами, как будто почувствовал подозрительный взгляд Шуппела. Его высочество седьмой принц послал меня. Это объяснение только еще больше возбудило подозрения Шуппеля. Тем временем человек в маске с птичьим клювом прошел мимо Шуппеля и остановился на некотором расстоянии. Что ты делаешь, ты так и будешь стоять истуканом. Хэм, Дуллахан. Он еще не умер. Шуппель повернул голову и посмотрел на Дуллахана. Нежить медленно поднималась на ноги. Живот Дуллахана частично сгорел из-за божественной энергии, и из зияющего отверстия вывалились всевозможные гниющие внутренности. Но, как и подобало нежити, он продолжал свирепо смотреть на живых, при этом держа свой меч. Дерись с ним. Шуппель бросил взгляд на человека в маске с птичьим клювом. Мужчина стоял в стороне, скрестив руки на груди, а его глаза под маской улыбались. Это было похоже на то, как будто он сейчас смотрел на лабораторную крысу, и Шуппель из-за этого почувствовал себя недовольным. Я здесь только для того, чтобы подтвердить любые изменения в тебе после воскрешения. Чтобы увидеть, не возникло ли каких-либо заметных изменений. Так вот оно что. Шуппель, наконец, понял эту ситуацию. Этот человек действительно был доверенным лицом Аллина и прибыл сюда по приказу последнего. Он, должно быть, должен был увидеть, появились ли какие-либо побочные эффекты от воскрешения. Хотя мы часто ссорились, Аллин, он все еще заботится обо мне. Причина, из-за которой седьмой принц не пришел сюда лично, должно быть, была связана с его собственным положением, по крайней мере так думал Шуппель. Спасение обычных людей в итоге сделало из них священников. Аллин, одетый в маску с птичьим клювом, внимательно наблюдал за Шуппелем. Было бы разумно подтвердить, появились ли какие-нибудь подобные изменения с бывшим священником. Глава 253 Дополнительный священник Хотя до сих пор у Аллина никогда не было возможности увидеть уровень боевой мощи Шуппеля, он смог увидеть боевую доблесть последнего в Аслане, и она находилась на достаточно хорошем уровне, так как он смог помешать Хашашинам подобраться к нему слишком близко. Аллин хотел посмотреть, насколько сильно изменился Шуппель после своего пробуждения, а также, в качестве своего рода полурозыгрыша, он хотел испытать чудо-лекарство Ханса на своем брате. Черт возьми! Шуппель выплюнул ругательство, после чего поднял меч и начал обороняться от атак Дуллахана. Нежить злобно взмахнула своим мечом, но Шуппель уклонился от этой атаки, как будто скользил по льду и взмахнул своим собственным мечом, желая разрубить голову в левой руке существа. И рука, и голова были разорваны на части в следующие мгновения, и тело Дуллахана безжизненно повалилось вперед. Фу! С облегчением выдохнул Шуппель, после чего повернулся лицом к таинственному священнику. Неужели Аллин действительно послал голову Шуппеля внезапно схватили сзади, и что-то засунули ему в рот. Иуф! Твой запас божественности, кажется, увеличился. Твои физические способности немного улучшились, однако этого недостаточно. Взгляд Шуппеля быстро переместился на тыкву, из которой что-то вытекало в его рот. По-настоящему мерзкая вонь, исходящая от жидкости, прошла через его рот и начала атаковать его обонятельные нервы. А затем в его горло ворвался самый отвратительный и ненавистный вкус, которого он никогда в жизни не испытывал. У-у-у-у-у-у. Вскоре тыкву вытащили у него изо рта, и его сразу же начало рвать, но священник в маске с птичьим клювом силой заблокировал рот Шуппеля. Чи-чи-чи. Несмотря на то, что голос Шуппеля был приглушен рукой, священник понял, что он хотел сказать. Это довольно полезное лекарство для тела, так что проглоти его. Оно и полезно для тела. Что за чушь ты несешь? Боль, которую испытывал Шуппель, могла сравниться с тем, что ему прямо сейчас выжигали внутренности. Ужасное, прогорклое зловоние заставило его сознание затуманиться, в то время как боль быстро переместилась с языка на горло, и в конце концов его охватило мучительное ощущение, которое было похоже на то, что ему прямо сейчас сжигали внутренности. Это, эта жидкость была ядовитой, без сомнения. Черт возьми, он, неподчиненный Аллина, не так ли? Может быть, он был убийцей, если нет, шпионом, что был послан вампирами? Как раз в тот момент, когда в его голове начали проноситься всевозможные мысли, рука, прикрывавшая его рот, внезапно исчезла. Священник в маске с птичьим клювом отступил назад, и Шуппель закашлялся и захрипел. Учитывая, что он еще не умер, эта проклятая жидкость все-таки не оказалась ядовитой. Он срочно сунул палец в рот, пытаясь выбливать то, что только что проглотил, но, кроме сухой рвоты, ничего больше не вышло. Уже полностью усвоилось? Удивленно пробормотал священник. Шуппель взревел хриплым голосом, глядя на него. Что ты со мной сделал? Активизируй свою божественность. О чем ты говоришь? Священник внезапно достал из ниоткуда огромный меч и небрежно взмахнул им. Шуппель вскочил от неожиданности и поспешно заблокировал атаку своим собственным мечом. Их клинки столкнулись, и его тело откинуло назад из-за силы его атаки. Я сказал тебе, чтобы ты активизировал свою божественность, сказал священник в маске с птичьим клювом. Если ты этого не сделаешь, то умрешь прямо сейчас. Божественность начала сочиться из рук священника и начала усиливать его физическую силу. Он постепенно начал заставлять Шуппеля входить все сильнее и сильнее в землю. И вскоре огромный меч в руках священника постепенно начал ломать довольно потрепанный меч Шуппеля. Черт возьми, что этот парень собирается делать? Терпению Шуппеля был предел. Он сдерживался, так как этот священник, казалось, был доверенным лицом Аллина, но сейчас у него было другое мнение на его счет. Ува-ха-ха! Шуппель издал боевой клич. Он сосредоточил божественность в своих руках и взмахнул мечом. И его глаза чуть не вылезли из орбит. Божественность, вытекшая из него, не рассеялась, как обычно, а жестко прилипла к его мечу. Божественная энергия просочилась между промежутками его ломающегося меча и мгновенно повысила прочность оружия. Лезвие стало сильнее и острее, чем когда-либо прежде. В тот момент, когда Шуппель послал больше силы в свои руки, его меч начал врезаться в большой меч священника. В мгновение око лезвие большого меча было разрезано на части и было отправлено в полет. Священник отступил назад и уставился на свой большой меч. Вскоре после этого он перевел взгляд на Шуппела и пробормотал впечатленным голосом. О! Стероиды сработали как надо, не так ли? Он сказал это в своей привычной манере, не осознавая этого, но Шуппель был сейчас слишком занят, чтобы даже заметить это. Шуппель был занят тем, что переводил свой потрясенный взгляд со своего потрепанного меча на руки. Даже его дыхание в этот момент стабилизировалось. Его голова прояснялась, в то время как его контроль над божественностью стал намного более искусным, чем когда-либо прежде. Я слышал, что действие препарата будет невероятным, но подумать только, что оно будет мгновенным. Пробормотал священник про себя, заставив Шуппеля повернуть голову и уставиться на священника в маске с птичьим клювом. Этот тон голоса, почему-то он звучал так, будто его первоначальный план состоял в том, чтобы что-то проверить на Шуппеле. Шуппелю, естественно, не понравилось это, поэтому, подняв свою настороженность до максимального уровня, он снова поднял свой меч. Ты ублюдок, что ты со мной сделал? И что это было за зелье? Священник полностью проигнорировал вопросы Шуппеля и вместо этого высказал то, что было у него на уме. Приходи сюда снова завтра в это же время, что ты сказал. В конце концов, мне нужно будет более подробно изучить этот препарат. Препарат? Шуппель заколебался, но, словно желая забить последний гвоздь, священник сказал еще кое-что. Разве ты не хочешь стать еще сильнее, Шуппель? Этот вопрос заставил Шуппеля застыть на месте. Аллен взглянул на пустую бутылку в форме тыквы, а затем улыбнулся. Теперь ему, возможно, удастся создать целую кучу настоящих солдат. Внутри специальной комнаты для особых гостей резиденции Феодала. Выражение лица Ханса посуровило. На самом деле он был так потрясен, что в конце концов закричал во всю глотку. Поскольку он сделал это посреди ночи, его крик вызвал суматоху, из-за которой слуги и служанки поспешно ворвались в его комнату. Ханс немедленно отослал их всех, а затем плотно закрыл дверь комнаты. Затем он уставился на бутылку в форме тыквы, которую все еще держал в руке. Он снова пустил в ход свою ману, и на его лице снова появилось выражение шока. Я, я стал сильнее. По его коже побежали мурашки. Несмотря на то, что он был создателем этого препарата, никогда в своих самых смелых мечтах он не представлял, что он продемонстрирует такой бессмысленный уровень эффективности. Это выходит за рамки моих расчетов. Сначала он добавил в сок плотоядного растения святую воду высшего сорта, привезенную из теократической империи, а затем попробовал полученную жидкость. Ее вкус был абсолютно ужасающим, и ускорение его темпов роста можно было лучше всего описать как незначительное, настолько, что ему пришлось бы наблюдать в течение нескольких лет, чтобы заметить какие-либо реальные достижения. Но по сравнению с той предыдущей попыткой сок в сочетании со святой водой седьмого принца оказался превосходным во всех отношениях. Опасно это слишком опасно. В отличие от голоса, кричащего в его голове, уголки губ Ханса изогнулись в глубокой ухмылке. Если об этом станет известно, меня либо похитят, либо просто убьют. В этом мире сила была разделена между теми, у кого ее не было, и теми, кто обладал талантом и усилиями. Тем не менее, любой, кто выпьет это чудо-лекарство, вдруг обретет такие темпы роста, которые намного превзойдут людей, что были наделены невероятным талантом. Что, если какой-то нации удастся монополизировать этот препарат, тогда мировое господство не будет простой несбыточной мечтой. Эта нация смогла бы создать самую могущественную армию в мире. И Ханс создал средства для достижения этой цели. Его внезапно охватил экстаз и чувство выполненного долга как алхимика, что был ответственен за создание такого невероятного эликсира. Да, мои знания сыграли большую роль, но впечатляющая сила Святой Воды и его высочество слишком ненормальная. В таком случае ее больше не следует называть Святой Водой, с таким успехом он мог называть ее Божественной Водой, созданной самим Богом. Тук-тук. Кто-то стучал в дверь, к которой прислонился Ханс, но он был слишком погружен в свои мысли и не услышал этого. Что мне делать? Мне нужно от него избавиться? Этот эликсир не был тем, что должно было существовать в этом мире. Нет, стоп. Возможно, ему удастся сохранить все благодаря тщательному контролю. Это зелье не будет эффективным, если только в ней не будет Святой Воды Аллина Альфолса. Другими словами, Седьмой Принц мог легко монополизировать это зелье. Тук-тук. Да, я хочу вернуть свой долг, но сила этого предмета просто слишком велика. Бах-бах. Что мне делать? Какой выбор? Бах. Дверь с силой распахнулась и Ханс рухнул на пол лицом вниз. Он встал на корточки и быстро оглянулся, обнаружив, что Седьмой Принц осматривал его. Эй, ты в порядке? Когда Седьмой Принц спросил об этом, Ханс быстро кивнул. На самом деле, это вторжение действительно помогло ему разобраться в беспорядке в его голове. Аллин проверил состояние Ханса, после чего открыл рот. Ханс, ты можешь достать мне еще этого чудесного зелья? Прошу прощения. Ханс показал озадаченное лицо, но вдруг бросил ошеломленный взгляд на бутылку, все еще зажатую в его руке, после чего подсознательно подтолкнул ее к Аллину. Вот. Это сок, подготовленный ранее. Все, что вам нужно сделать, так это добавить в него свою святую воду, сэр. Аллин взял бутылку. Слегка встряхнув ее, он удовлетворенно улыбнулся. Ваше Высочество, Вы звали меня? Именно в этот момент в коридоре появилась Шарлотта. Аллин не обратил внимания на ее вопрос и вместо этого вынул пробку из бутылки и налил в нее свою святую воду. Цвет жидкости изменился на пурпурный, после чего он встряхнул бутылку. Отвратительная вонь постепенно проникала в их окружение, и Шарлотте пришлось очень сильно постараться, чтобы подавить желание прикрыть нос. Но даже она не могла не нахмурить брови. Эй, Шарлотта! Внезапно Аллин протянул руку и схватил ее за плечо. Шарлотта слегка вздрогнула. Взглянув на его руку, она испытывала какое-то тревожное чувство. Она некоторое время молча смотрела на его руку, а затем перевела взгляд на его лицо. Аллин слегка встряхнул тыквенную бутылку, подозрительно улыбаясь одними лишь глазами. Не хочешь ли выпить это чудесное лекарство? Глава 254. Дополнительный священник. В тренировочном зале резиденции графа. У этого зала не было крыши, что позволяло снегу покрывать пол чистой белизной. В настоящее время Шарлотта прикрывала рот, покачиваясь на ногах поверх слегка утрамбованного слоя снега. Обычно у нее было молчаливое, ничего не выражающее лицо, но в этот самый момент ее лицо было нахмурено, а в уголках глаз выступили слезы. В конце концов, она не выдержала и прислонилась к стене тренировочного зала, после чего бессильно опустилась на пол. Я тихо пробормотал. Зелье действительно довольно противное. Впервые я видел ее такой. Ей не нужно было заставлять себя и пить это чертово зелье, но когда я рассказал ей о его эффектах, она просто выпила всю бутылку без каких-либо колебаний. Мне стало немного жаль ее, поэтому я подошел к ней и присел на корточке, оказавшись на уровне ее глаз. Слегка помахав рукой перед ее лицом, я спросил. Ты в порядке? Может тебе поможет немного святой воды? Видишь ли, она может снять даже самое сильное похмелье. Нет, со мной все будет в порядке, ваше высочество. Шарлотта схватилась за голову, как будто она болела так сильно, что могла лопнуть, как стекло, а затем начала заставлять себя подняться на ноги. Она использовала свой меч как костыль, а затем бросила обиженный взгляд в мою сторону. Хорошо, хорошо, но все равно выпей ее. Я призвал в руки немного святой воды и подтолкнул ее к ней, чтобы она смогла, по крайней мере, промыть рот. Шарлотта сделала глоток святой воды, которую я держал в ладонях, и цвет ее лица сразу же в какой-то степени улучшился. Как только я немного наклонился, чтобы нежно похлопать ее по спине, к нам подошел Ханс, держа в руках пергамент и ручку. С этого момента мы будем проверять действия лекарства, сэр, спросил Ханс, выглядя весьма взволнованным этой идеей. Я подумал, что ему просто не терпелось записать, насколько невероятной была его собственная смесь. Я сказал, давайте сделаем это немного позже, после того, как Шарлотта будет чувствовать себя лучше. Я прекрасно себя чувствую, ваше высочество. Хотя я действительно чувствую легкое головокружение, оно на том уровне, с которым я могу справиться без каких-либо проблем, ответила Шарлотта, вытирая губы тыльной стороной ладони. Она взглянула на меня, и я заметил огонь, что горел в ее глазах. Теперь к ней, казалось, вернулась часть ее энергии. Если то, что сказал Ханс, было правдой, то действие лекарства было незначительным, если его выпивал кто-то, кто уже мог похвастаться своей большой силой. Но для подтверждения этого факта мы должны были проверить Шарлотту. Я прошел в центр тренировочного зала, а затем встал сбоку напротив Шарлотты. Призвав меч, я ослабил хватку и опер его на заснеженный пол. Хорошо, а теперь Шарлотта, как насчет спарринга. Она заметно вздрогнула, а затем со сложным, но странным выражением на лице, начала пристально смотреть на меня. Вы сказали спарринг, ваше высочество. Она, казалось, была весьма удивлена моим предложением. Но это, вероятно, объяснялось тем, что мы никогда раньше не дрались друг с другом. Еще во время моего изгнания я был тем, кого многие могли назвать человеком, у которого руки не из того места растут, и я не имел таланта к какому-либо оружию, поэтому я, по понятным причинам, не хотел тренироваться с ней. Но теперь, когда Касим был со мной, даже такой человек, как я, мог более или менее сражаться в ближнем бою. Вот почему я хотел хотя бы раз подраться с Шарлоттой. Ну так что, очень хорошо. Я принимаю ваш вызов, ваше высочество. Тон ее голоса стал выше. Я не был уверен почему, но уголки ее губ слегка приподнялись. Я мог только догадаться, что она чему-то была рада. Ну, моя оппонентка дала свое согласие, так что, Касим. Душа Касима была призвана и вошла в двуручный меч. Не только мои физические способности, но даже необходимые навыки проникли в мой разум. Я глубоко вздохнул, поднял двуручный меч и направил его на Шарлотту. Как будто в ответ на это, на ее губах появилась гладкая улыбка, и она слегка склонила голову, согласно установленному этикету. Затем она встала напротив меня и вынула свой меч из ножен. Ее утонченная осанка, ее точные движения, когда она вытаскивала меч, ее фигура, облаченная в облегающие белые доспехи. Серьезно, я как будто смотрел на великолепный портрет или что-то в этом роде. Белые снежинки тихо оседали на ее серебристых волосах. Ее малиновые радужки отражали мой образ. Вытащив свой меч, она опустила свое тело и начала пристально смотреть на меня. Окружающая атмосфера, казалось, внезапно изменилась. Неподвижная тишина текла повсюду вокруг нас, и я даже впал в иллюзию, где воздух становился все тяжелее. Но все закончилось тем, что выпалил что-то из-за давления, которое исходило от нее. Пожалуйста, будь полегче со мной, хорошо? Я покажу все, что умею, ваше высочество. Она хочет отомстить за лекарства. Я взглянул на Ханса, взглядом призывая его подать нам сигнал к старту боя. Он, казалось, понял смысл моего взгляда, потому что кивнул и поднял руку. Вскоре он медленно опустил руку и крикнул. Начинайте. Стройная, хрупкая на вид нога Шарлотты легко ступила на землю. Она еще больше опустила свое тело, и как только свет, горящий в ее глазах, стал значительно ярче, ее фигура исчезла из моего поля зрения. На мгновение мне показалось, что я потерял ее. К тому времени, как я уловил ее движение, она уже была прямо перед моим носом. То, что последовало за этим, было запоздалым звуком удара. Прямо у нее за спиной разразилась метель. Мое испуганное лицо отражалось в ее радужках. Я крикнул. Что за черт? Шарлотта поставила ногу на землю и, используя ее в качестве опоры, развернулась на 360 градусов. Я в отчаянии поднял двуручный меч и едва успел заблокировать ее клинок. Ляск. Раздался громкий, яростный металлический ляск, и в воздухе заплясали искры. Мои мышцы и даже кости в суставах кричали от шока. И это она еще даже не использовала своей божественности. Ее нынешняя сила была результатом ее тела. Одной только ее физической силы было достаточно, чтобы анимение в моих руках заставило меня почувствовать, что мои руки вот-вот отвалятся. Откуда взялась эта агроподобная сила? Пробормотал я, даже не осознавая этого, но из-за этих слов ее взгляд стал еще острее, чем раньше. Ее меч опустился, а затем взмахнул вверх. Этот металлический ляск был только началом. Десятки и сотки резких звуков столкновения металла взорвались впоследствии. Шарлотта орудовала своим мечом с поистине пугающей скоростью. Мне каким-то образом удавалось блокировать ее удары, но с каждым лязгом мне приходилось отступать от нее. Несмотря на то, что я полагался на рефлексы Косима и его понимание техники владения мечом, а также на его боевой опыт, я все еще был ошеломлен ее атаками. Было ли это связано с действием чудо-препарата? Нет, стоп, она ведь еще даже не использовала свою божественность, не так ли? А это означало, что такое развитие событий произошло исключительно благодаря ее усердной работе и ничему другому. Хорошо, хорошо, тогда давай начнем говорить серьезно. Я отошел от нее на некоторое расстояние, после чего пробудил в себе божественность. Божественная энергия потекла по моим венам и распространялась по всему телу. Остальная руна начала излучать свой прекрасный золотой свет и продемонстрировала свою силу, которая значительно повысила мою физическую силу и рефлексы. Все мои чувства были значительно обострены. Теперь я мог следить за движениями Шарлотты. Даже мощная метель в этот момент замедлилась до мягко дрейфующих снежинок. Движения Ханса тоже стали очень медленными. В разгар того, как время замедлило свой ход, только Шарлотта оставалась проворной и быстрой. Ее движения были такими плавными и изящными, как будто она танцевала прямо сейчас, и в следующее мгновение лезвие ее божественного меча вонзилось мне в пояс. Но я впрыснул божественную энергию в двуручный меч и отвел ее клинок в сторону. Однако я не собирался сидеть сложа руки и послушно принимать ее удары. Божественная аура ветра была. Ветер начал сжиматься вокруг моего двуручного меча. Я увеличил дистанцию, после чего отвел большой меч назад. Поехали. Я рубанул сжатым воздухом, собранным вокруг большого меча. Снежная буря разорвалась на части, и бесформенное лезвие полетело прямо на Шарлотту. И только сейчас она использовала свою божественность. От нее начала исходить слабая, но все еще чисто белая аура. Частицы света быстро собрались на мече, крепко зажатом в ее руке, после чего обернулись вокруг лезвия и слились с ним воедино. Она взялась за рукоять обеими руками и высоко подняла оружие. Она глубоко вздохнула, и ее глаза загорелись. Фух. Ее малиновые радужки сфокусировались на лезвии, и затем она рубанула со всей силы. Бесформенный двуручный меч из ветра столкнулся с ее божественным мечом и разрубился надвое. Он раскололся на две части, которые пронеслись мимо нее и врезались в стену тренировочного зала позади нее, после чего эффектно разрушили стену. Ее фигура выскочила из метели, и слепящий снег развеялся в воздухе. Она находилась в опущенной позе, в то время как на ее лице была запечатлена яркая улыбка. Она сказала, на этот раз, в тот момент, когда я услышал ее голос, мой взгляд перевернулся с ног на голову. Прежде чем я понял, как это произошло, я уже смотрел в небо. Повернув голову, я заметил, что Шарлотта подставила под меня ногу. Не остановившись на этом, она прижала меня к земле, положив левую руку мне на грудь. Как только я полностью распластался на земле, она обхватила обе мои руки коленями, а затем крепко прижала левую руку к моей груди. Что касается ее правой руки, то в ней был меч, который теперь был направлен мне в горло. Победа за мной, не так ли, ваше высочество? На какое-то мимолетное мгновение ее нежный голос защекотал мои барабанные перепонки. Я мог только ошеломленно смотреть на нее, к тому времени выражение ее лица уже застыло, как будто она пыталась изобразить кусок льда или что-то в этом роде, но даже я мог сказать, что она изо всех сил пыталась подавить свои эмоции, но уголки ее губ все еще дрожали. Похоже, она была искренне рада тому, что победила меня. Глава 255. Дополнительный священник она стала намного сильнее, пока я ее не видел. Конечно, это чудо-лекарство могло как-то подействовать на нее, но, скорее всего, все ее усилия окупились старицей прямо сейчас. Талант, встречающийся раз в поколении, природно одаренная физическая сила и непреклонный ум, который управлял всем этим. Шарлотта действительно обладала природным характером идеального паладина. Я вспомнил нашу первую встречу. Разве мы тогда не были в аналогичном положении? Когда я сказал это, Шарлотта слегка вздрогнула, а затем криво улыбнулась. Она слезла с меня, встала и протянула мне руку. Да, были. Я схватил ее за руку и встал. Я почувствовал себя опечаленным. На самом деле, я чувствовал себя немного несчастным. Я думал, что смогу достойно сразиться с ней, используя душу Касима, но подумать только, что она настолько превосходила меня. Я воткнул двуручный меч в пол тренировочного зала, а затем расслабил ноющие мышцы. Сделав это, я взглянул на Шарлотту и Ханса. Последний подошел к ней и спросил, как вам лекарство, мым. Шарлотта встряхнулась, а затем высказала свое искреннее впечатление. Я почувствовала какой-то эффект. Мое тело стало легче, в то время как моя голова также стала чуть яснее. Также заметно улучшилась моя способность контролировать божественную силу. Однако это я чувствовала недолго. Хотя и недолго, эффекты совпадают, мым. И действие этого препарата станет более выраженным только по прошествии некоторого времени. В этом я уверен. После этого Ханс продолжил что-то записывать на пергаменте, выглядя явно взволнованным. Ее показания свидетельствовали о том, что, хотя и незначительные, она действительно получила некоторые улучшения. Понаблюдав немного за их взаимодействием, я отвернулся и посмотрел на тыквенные бутылки, что были сложены в кучу сбоку от тренировочного зала. В каждой из них содержался сок растения, который уже был очищен Хансом. По его словам, ему понадобилось бы около недели, чтобы очистить одну бутылку в одиночку. Но необходимое время на очистку сильно сокращалось, когда другие алхимики помогали ему. Все это означало, что нашей единственной оставшейся проблемой являлась имеющиеся запасы сока плотоядного растения. Количество этого сока было ограничено, и, чтобы получить его, нужно было посетить Титалос. Шарлотта, оно действительно подействовало на тебя? Я повернул голову и уставился на нее. Она энергично кивнула, как будто энергия переполняла ее изнутри. Да, ваше высочество, определенно, даже по ее голосу было видно, что она была довольна. Я убрал тыквы. В мои руки только что упала новая задача, создать армию. Я направился обратно в кабинет графа Джинальда. Поскольку в настоящее время он был заключен в тюремную камеру, даже если это была временная мера, все полномочия по управлению были автоматически переданы мне. Придя в кабинет, я развернул на столе пергамент и начал орудовать ручкой. Поскольку было доказано, что он эффективен, будет разумно, если они тоже получат препарат. Я писал сообщение. Получатели уже были определены. Луан и Хильда из императорской семьи, королева Аслана, Тина, Юрия. Святую Алису тоже следовало включить в это письмо, но она уже была здесь. Вранье и все равно проводила большую часть своего времени в библиотеке, так что я мог лично доставить ей препарат позже. Все они были людьми, которым я мог доверять, люди, которые ни с того ни с сего не начали бы злоупотреблять своими новыми силами. Кроме того, они были людьми, которые в ближайшем будущем станут щитами теократической империи. Вы все скоро станете большим подспорьем империи. Я взглянул на заполненные письма. Оставался только один штрих. Я еще не поставил свою подпись. Все могло бы осложниться, если бы мое имя было замешано в этом деле. Вампиры, казалось, в последнее время предпринимали некоторые шаги и шпионили за каждым моим действием. Я был уверен в этом, пройдя через события, связанные с королевствами Ломи и Айранцем, и поскольку это было так, мне срочно нужно было скрыть свою личность. От экстры священника императорской семьи я удовлетворенно ухмыльнулся, написав эту маленькую строчку. Последнее письмо, которое я написал, было для святого императора, кельта. Его содержание было довольно простым. Оно предупреждало его о создании священников. Почему у меня есть такое чувство, что я привожу в действие программу «Ста тысяч солдат»? Пробормотал я себе под нос. Конечно, численность нашей армии не будет такой высокой, но все же. Я дочитал последнее письмо, а затем бросил взгляд на тыкву, лежащую на столе. Оно действительно хорошо влияет на тело? Ну-у-у, вкуснее. Главное, главное, что оно поможет мне. Я впрыснул святую воду в бутылку и встряхнул ее, и отвратительная вонь быстро вырвалась наружу. То, что хорошо для тела, обычно на вкус действительно отвратительное, не так ли? Я закрыл нос, а затем вылил жидкость в рот. Да, это просто мне любопытно. У меня нет никаких планов на встречу с кем-то конкретным. Да, именно так, пробормотав это себе под нос, Шуппель пришел навестить резиденцию графа. Здесь стояли солдаты, но когда он сказал им, что хотел бы поговорить с Харманом, они довольно легко пропустили его. Они знали, что Шуппель и Харман, который был из корпуса паладинов, были знакомыми. Шуппель проник в резиденцию, в то время как пузырь беспокойства продолжал раздуваться в его сознании. Это чудо-лекарство, которое он выпил ранее, действительно было очень подозрительным. Но оно значительно увеличило как его запас божественной силы, так и все его физические качества, и, казалось, у него вообще не было никаких побочных эффектов. Такой предмет просто не мог упасть с неба. Либо Аллен сделал что-то сумасшедшее и создал это, либо этот подозрительный священник, или как там его зовут, был ответственен за это. Однако я определенно не помню, чтобы у Аллена был близкий помощник. Он исследовал всех людей, окружавших Аллена, еще тогда. От Шарлотты к Харману, затем от Хильде и Клуану, графу Джинальду, королеве Тине и многим другим, и кроме них. У Аллена был довольно широкий круг знакомств, однако, без сомнения, вероятность того, что этот священник был не настоящим, была неприятно высока. Я просто брат, что беспокоится о своем брате, вот и все. Это определенно не из-за моего любопытства. Ему было очень любопытно узнать настоящую личность этого неизвестного священника. Я только что услышал крик. Ему показалось, что он услышал знакомый голос, когда входил в резиденцию, но, посмотрев, насколько расслаблены были охранники, он понял, что это, видимо, пошалили его нервы. Шагая по коридору особняка, Шуппель выглянул в окно. Еще одна ночь скоро должна была посетить крепость. Замечательно. Да, его эффективность теперь определенно доказана. Фу, какая гадость, какая гадость. Мне следовало тогда раздобыть в Титалосе побольше сока. Взгляд Шуппеля блуждал за окнами и в конце концов остановился на территории тренировочного зала, поверх которого были навалены сла и снега. Вот тогда его шаги, споткнувшись, остановились. Он чуть не сошел с ума, когда уставился на Ханса, все еще стоявшего в тренировочном зале. Мужчина сидел, прислонившись спиной к огромному мечу, воткнутому в холодную твердую землю. В данный момент его рука была занята тем, что бегала по пергаменту. Но мне нужно больше испытуемых, чтобы еще раз подтвердить эффективность. Этого, вероятно, желает и его высочество принц. Несмотря на то, что он бормотал это про себя, его голос был довольно громким. Казалось, что он даже не осознавал, что его окружает, из-за явного волнения, которое он испытывал. Шуппель замер, уставившись на Ханса. Двуручный меч, на который опирался Ханс, и тыква рядом с ним. Эти две вещи были хорошо знакомы Шуппелю. Может быть, он. Брови Шуппеля взлетели вверх, когда он поближе рассмотрел телосложение Ханса. Алхимик что-то горячо записывал на пергаменте, и даже с такого расстояния от него чувствовалась огромная страсть исследователя. Судя по тому, как он подсознательно упомянул его высочество подобным образом, можно было также заметить его преданность императорской семье. Такой человек, если бы Аллин рассказал кому-нибудь о воскрешении Шуппеля, то он, безусловно, доверил бы своим доверенным лицам хранить этот секрет. Шуппель тщательно прочесал свои воспоминания, после чего, наконец, вспомнил этого человека. Верно. Один из ближайших помощников Аллина, алхимик Ханс. Шуппель слышал, что Ханс торговал разными товарами, и с ним Аллин столкнулся во время своего путешествия в Аслане. Хотя способности Ханса как алхимика, как известно, были весьма хороши, подумать только, что он также мог владеть двуручным мечом и даже использовать божественность. И этот человек достиг поистине шокирующего уровня боевого мастерства. Вот он, еще один скрытый талант императорской семьи. Шуппель глубоко запечатлел в своем сознании истинное лицо священника. И это произошло именно в тот момент. Звон. Звон. Шуппель вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову. Слуги и служанки, работавшие в резиденции, торопливо забегали, и даже охранники начали куда-то спешить. Шуппель окликнул одного из охранников. Что происходит? Лицо охранника в данный момент было бледным, как лист бумаги. Он уставился на Шуппеля и вскрикнул. Разве ты не можешь сказать это сам? Услышав звон, это сигнал тревоги. Мистер-хранитель могил, быстро собирай свое снаряжение и направляйся к внешней стене. Шуппель кивнул. Звон колоколов был ему действительно знаком. Однако то, что он услышал только что, казалось, было совершенно другого масштаба по сравнению с обычным тревожным звоном. Даже этот охранник выглядел глубоко встревоженным. Какие же существа могли вызвать такой переполох? Шуппель бросил последний взгляд на Ханса, после чего повернулся и ушел. Он был защитником этой крепости, и у него был долг, который он должен был выполнить. Цвет лица каждого заключенного, стоявшего на вершине внешних стен, был настолько бледным, насколько это вообще возможно. Они все были так ошеломлены, что их челюсти безвольно отвисли, как будто они все превратились в кучку инвалидов. Эти люди привыкли спокойно справляться с нападениями нежити. Они также возносили молитвы, взывая к геи и к имени своего святого господа. Но сейчас такие люди застыли на месте, не в силах сейчас ни о чем думать. Что, черт возьми, означает это? В данный момент они смотрели на орду нежити, приближающуюся в темноте к их внешней стене. Сначала они видели зомби, упыри и дуллаханов, но затем среди этой смеси можно было увидеть даже мумии ликонов. Конечно, хоть они были нежитью среднего и высшего уровня, армия ранее смогла бы остановить их. Тем не менее, наступающая орда могла похвастаться смехотворно большим количеством голов, из-за чего было разумно ожидать того, что к концу битвы можно будет увидеть значительное количество потерь. Один из заключенных, по лицу которого струился холодный пот, пробормотал, ни к кому конкретно не обращаясь. Великаны, вой массивного существа был слышен среди визгов и рева нежити. Земля задрожала, и метель матери природы столкнулась с чем-то массивным в темноте. Монстры гуманоидного типа, достигавшие по меньшей мере восьми метров в высоту. Их, казалось, было около тридцати. Их твердые мускулы напоминали жесткую броню, с толстыми и большими пальцами, а ноги напоминали каменные колонны. Белесые вздохи вырвались наружу, когда их точеные челюсти слегка приоткрылись. Это были йотуны. Зомбированные гиганты маршировали кранией. Глава 256. Новые. В этот момент Шарлотта чувствовала себя вполне довольной. Даже если седьмой принц не был очень хорош в ближнем бою, она все равно выиграла дуэль. Как человек, стремящийся приблизиться к своему пику, она чувствовала, что эта победа была важным подтверждением всего ее роста до сих пор. Как раз в тот момент, когда на ее губах появилась слабая улыбка. Единственным человеком в резиденции Феодала, который отреагировал на этот тихий, почти неслышный крик, была Шарлотта. Она вздрогнула от неожиданности и бросилась в кабинет у графа Джинальда и распахнула дверь. «Ваше высочество!» В тревоге закричала она. Она опасалась, что он мог стать жертвой внезапного нападения, но это оказалось неверным предположением. По-настоящему ужасная вонь наполнила кабинет, и пустая тыква покатилась к открытой двери. Шарлотта посмотрела на бутылку и смогла только криво улыбнуться. Его высочество действительно выпил это. Если это было так, то его крик был довольно очевидным результатом. Принц добровольно выпил что-то такое ужасное. Но именно в этот момент она услышала громкий звон колоколов, который служил предупреждением о вторжении нежити. Шарлотта нахмурила брови и уставилась на коридор. Вокруг начали суетиться огромное количество солдат. И только сейчас она заметила, что колокола звучали гораздо громче и настойчивее, чем обычно. Видимо на этот раз появились гораздо более опасные существа, чем ранее. Из-за этого у нее появилось зловещее предчувствие. Йотуны. Гиганты из легенд, одного из которых бывший третий принц империи, Руппель, заметил во время одной из своих разведывательных миссий. Если они собирались вторгнуться в крепость, то эта битва станет очень сложной. Ваше Высочество, мы должны сделать шаг сейчас. Это было прискорбно, но, судя по всему, принц должен был прийти в себя в ближайшее время, так как прямо сейчас всем нужна была его помощь. Шарлотта с сожалением перевела взгляд обратно в кабинет, но потом. Ваше Высочество. Принц не потерял сознание и не выблевал съеденное ранее, несмотря на то, что выпил это чудо-лекарство. Шарлотта очень осторожно отступила назад. Таинственная и слегка пугающая аура медленно сочилась из кабинета. Затем она заметила, что вокруг нее начали танцевать белесые пылинки, похожие на частицы пыли. Снежинки. Но она быстро поняла, что ошиблась. На самом деле это были частицы божественности, похожие на снежинки. Шарлотта перевела взгляд обратно на кабинет. Кости, полностью созданные из божественной силы, быстро появлялись в кабинете. Они кувыркались и переплетались, как замысловатая паутина, обволакивая все вокруг. И седьмой принц был в центре всего этого. Он сказал, предполагалось, что эта штука почти не повлияет на меня, но это было совершенно неверно. Золотой свет остальной руны струился из его шеи, лица и промежутков развивающейся одежды. Фрагменты божественности всплыли, как невесомые снежинки, после чего тихо осели, чтобы стать толстыми слоями чего-то одного. Дело не в том, что на меня оно никак не повлияет, но... Седьмой принц сидел в медитативной позе посреди костей, раскинутых вокруг него. На самом деле это была идеальная пара. Потому что я, это я. Его глаза были закрыты. Он что-то тихо бормотал себе под нос. И благодаря этому, Аллен протянул левую руку. В его руках появился древний гримуарь, который он нашел еще в Аслане. Теперь я наконец могу его активировать. Его веки чуть приоткрылись, и он пристально посмотрел на гримуарь, после чего начал спокойно листать страницу за страницей. Каждый раз, когда он делал это, частицы божественной силы, скапливавшиеся вокруг него, как снег, постепенно собирались и превращались в кости. Эти кости медленно собирались в фигуру. Частицы продолжали танцевать в воздухе, когда костяная рука, все еще мягкая и податливая, как будто это был побочный эффект от рождения, поднялась с пола кабинета. Череп шея, позвоночник, длинная прозрачная мантия, также созданная из божественности, элегантно развивалась, и святая нежить медленно поднялась с земли. Это было существо, к которому все некроманты стремились. Это было существо, перед которым все в Аслане должны были преклоняться с уважением и благоговением. Брови Шарлотты взлетели высоко вверх, когда она пробормотала. Лич, не мертвый Лич, задрапированный в длинную мантию, молча стоял там. Туман, в котором было много божественности, опустился на пол и постепенно рассеялся. Наконец, пара светящихся глаз загорелась внутри черепа. Как это может быть, раздался спокойный голос из челюсти нежити. Лич посмотрел на свою собственную руку. Я обрел новое тело. Нежить потянулась к бассейну со святой водой, напоминающей кучу снега, состоящую исключительно из частиц божественности. Пока его белесое дыхание со свистом вырывалось из челюсти, костлявая рука существа скользнула в плотную кучу снега божественной силы и вытащила что-то, что не было ни мечом, ни магическим посохом. Это был мушкет с длинным гладким стволом. Самое длинное огнестрельное оружие в арсенале Аллина, и оно достигало примерно двух метров в длину. Схватив оружие, как трость, Лич немного пошатнулся и встал перед Аллином. Существо опустилось на колени и прижалось лбом к мушкету, а затем склонило голову, как будто вознося молитву. О, мой новый хозяин! Чувство недоумения просочилось в сознании Шарлотты. Она уставилась на седьмого принца, и на ее лице появилось выражение беспокойства. Что-то подобное случалось время от времени. Фехтовальщик, маг или даже священник иногда вдруг приобретал прозрение. После этого они продолжили бы развивать свою силу в очень быстром темпе. Седьмой принц владел поистине огромным запасом божественности, но его контроль над ней не был тем, что любой мог бы назвать достаточным. Он часто использовал каждую каплю божественной силы, что приводило его к истощению, и без помощи реликвий он не мог призвать ничего сильнее святого рыцаря. Но теперь все изменилось. Седьмой принц преодолел свои собственные пределы и пробудился. Он поднял голову, как будто наконец-то отреагировал на тревожный звон снаружи. Как вовремя. Он протянул руку и положил ее на череп Лича. Мне понадобится твоя помощь. Все, что вы прикажете, мастер. Лич сделал движение. Он слегка приподнял мушкет, зажатый в его руках, и швырнул его на пол. Бах! Божественность загрохотала, заставив других существ медленно подняться с пола. Это были маги-скелеты, но они держали необычные магические посохи, а мушкеты. И на фигурах Лича и магов начала появляться остальная руна. Была использована остальная руна передача способностей. Божественная аура была активирована. Мушкеты модернизируются. Уголки губ седьмого принца приподнялись. Он уставился на Лича с глубоко удовлетворенным выражением на лице и спросил, как тебя зовут. Лич поднял голову и встретился взглядом со своим хозяином. Светящиеся световые шары в его глазницах изогнулись, как полумесяцы. Его челюсть раздвинулась, и он произнес свое имя. Я, Насус, господин. Существо, ответственное за падение старого аслана, родилось новой верой. Приближается. Уходим. Закричал один из заключенных на вершине внешней стены. Харман, командовавший заключенными на внешней стене, отреагировал на этот крик и быстро повернул голову. В потемневшем небе, где солнце уже давно зашло и бешено бушевало метель, к стенам несся огромный валун. Это что, куча трупов? Мысли Хармана на мгновение задержались из-за осознания этого. Еще в битве против графа вампиров армия нежити такого же масштаба действительно пришла штормовать крепость. Осадные снаряды, использовавшиеся ими тогда, были котлетками из разной нежити. Но на этот раз все было по-другому. Это обычный валун. Брови Хармана взлетели вверх. Приближающийся валун был по меньшей мере 4 метров в диаметре. Даже прочным внешним стенам ранее будет трудно выдержать удар валуна такого размера. Убирайтесь отсюда, сейчас же. Сходим со стен. Отчаянно закричал Харман и бросился прочь. Это побудило других заключенных тоже начать бежать со стены. Через несколько секунд огромный валун врезался прямо во внешнюю стену. Прочно построенная стена взорвалась и рассыпалась на куски от удара. Помогите мне. Осужденные, все еще находившиеся на стене, были отброшены в сторону, и в лучшем случае их сразу же раздавливало насмерть. Глава 257. Новая стена эффектно рухнула. Харман на мгновение уставился на провалившуюся часть внешней стены, которая теперь напоминала кратер, после чего срочно отвел взгляд. Он увидел гигантов, что приближались к ним под покровом темноты. Все они несли большие валуны размером по крайней мере в половину своего туловища. О боже мой. Один из них бросил валун такого размера с такого расстояния, что это была зачудовищная сила. Его сила, должно быть, была в десятки, нет, в сотни раз больше, чем у людоеда. Такая сила казалась вполне подходящей для расы титанов, которая якобы была запечатана в другом измерении страшными богами. Каждый из них имеет, по крайней мере, класс Свеконта или выше. Эти монстры имели бы, по крайней мере, класс Свеконт, если бы их оценивали в системе ранжирования вампиров. Их тут около 30 голов. Даже Харман с Челл это слишком большой силой. Где все эти монстры дремали до сих пор, раз умудрились появиться тут разом. Мы должны остановить их. Если ранее опадент сегодня, то близлежащие деревни и другие территории окажутся в серьезной опасности. Стреляйте из засадных орудий. Осужденные взревели и попытались прицелиться из баллисты катапульт, но, как оказалось, гиганты еще даже не были в пределах их досягаемости. Вскоре один большой болт из баллисты пронзил торс Йотуна. Но великан даже не пошатнулся и продолжил наступать. Существо выдернуло болт, а затем с силой отбросило его обратно. Одна из башен, на которой было орудие, была поражена и разлетелась на куски. Маркиза Шарлотта еще не прибыла. Харман вытер холодный пот. Нежить начало наводнять крепость прежде, чем он успел среагировать. Они воспользовались отверстием во внешних стенах и стали вваливаться внутрь. Первыми внутрь ворвались ликоны. Проворно нагие существа легко перепрыгивали через обломки стен. Многие заключенные никогда ранее не видели ликонов и сразу уже перепугались до смерти. Эти монстры были не только быстрее и проворнее обычных зомби и упырей, но и их внешний вид был достаточно чудовищным, чтобы они начали отшатываться в страхе. Им мы должны помолиться. Заключенные отшатнулись и поспешно опустили оружие, которое держали в руках. Они все были неопытны, и для того, чтобы вознести молитву, им пришлось сложить оружие, сложить руки вместе и сосредоточиться. К несчастью для них, ни мертвые не упустили бы такого приглашения. Ахаха, глупый скот, они сдаются, подумать только, что они действительно откажутся от своего оружия. Монстры набросились на заключенных и не дали им и шанса. Тем временем зомби прорвались сквозь стену и начали распространяться через бреши беснующихся вокруг ликонов. Живых солдат хватали и съедали. Тут и там раздавались крики, и все больше валунов начала лететь по ночному небу. Все, возвращайтесь. Алиса, прибывшая на место происшествия так быстро, как только смогла, услышав сигнал тревоги, громко застучала своими перчатками. Она бросилась вперед и ударила в приближающихся ликонов, стерев их с лица земли. Стена рушится. Харман, который спускался по ступенькам внешней стены, услышав этот крик, остановился как вкопанный и повернул голову. Одна за другой части внешних стен взрывались и рушились. Еще больше нежити начало проникать внутрь сквозь бреши. Казалось, эти существа даже не подозревали о существовании врат. Разрушение стен было равносильно быстрому поражению. Если они начнут убивать живых, число немертвых будет продолжать увеличиваться. И теперь, когда могущественные нежити, даже гиганты были в этой волне, они, вероятно, верили в то, что победа будет за ними. Наших сил не хватит. Харман застыл в нерешительности. В голове у него все померкло. Им нужен был граф Дженальд, но в настоящее время он был заключен в темницу. А как же его высочество? Или маркиза Шарлотта? Ошеломленно пробормотал Харман, после чего зажал рот. Вот дурак. Полагаться на этих двоих и ждать, пока они появятся, не остановит нежить от их продвижения. С каких это пор я стал таким слабым? Становитесь в строй, сейчас же. Взревел Харман во всю мощь своих легких. Он крепко сжал свой меч и бросился к разрушенной части внешней стены, после чего сильно размахнулся своим оружием. Остановите их своими щитами и атакуйте своими копьями. Ликоны не смогут сражаться должным образом, если у них не будет достаточно свободного пространства. Хоть и раздавались крики его умирающих подчиненных, но Харман не переставал выкрикивать команды. Вы должны остановить их. Гражданские по-прежнему находятся в пределах города. Мы должны защищать внешнюю стену до тех пор, пока они не будут эвакуированы. К несчастью для него, легче было сказать это, чем сделать. Словно чтобы заглушить крики Хармана, ликоны начали громко выть. Ужас распространялся среди живых, как чума, только усугубляя хаос и неразбериху. Трагические крики людей заполнили поле боя. Да, пугайтесь, а вы, люди, наши хозяева станут новыми правителями этого мира. Ликоны громко завыли. Среди них была особенно крупная особь, которая внезапно с пугающей скоростью бросилась к Харману. Она убивала каждого встреченного на ее пути каторжника, а затем подпрыгнула к паладину. Значит, ты, командир этих людей. Существо высоко подняло когти, после чего ударило именно отмашь. Харман поднял меч и заблокировал атаку. Когти и лезвие столкнулись, и посыпались острые искры. Один полагался на свою божественную силу, в то время как другой использовал свою грубую физическую силу. Приветствую тебя, человеческий паладин. Ликон хитро ухмыльнулся. Харман, все еще покрытый холодным потом, еще сильнее укрепил ноги и спину, когда эти насмешливые слова вошли в его слух. Какая невероятная сила. Ликон заметил недоверчивое выражение лица Хармана и снова ухмыльнулся. Меня зовут Уарбелл, я вождь племени Рубиру, который служит графу Тимонгу. Меч Хармана был наполнен божественностью, но даже тогда он все еще дрожал от давления. Когти Ликона постепенно оттеснили его клинок вниз. Вам суждено стать жертвами. Перестань сопротивляться и прими свою смерть. Жертвоприношение, спросил Харман в ответ и заставил Ликона ухмыльнуться одними глазами. Правильно, вы все станете жертвами, которые завершат врата телепортации, о которых так страстно говорил граф Тимонг. Брови Хармана взлетели вверх, но даже тогда он не забыл приподнять уголки губ. Что за глупые животные? Он так легко выболтал истинные намерения, стоящие за налетом на это место. Это, должно быть, и было причиной, из-за которой Ликона никогда не превзойдут вампиров. Они могли болтать что-то о достижении вершины или что-то в этом роде, но, в конце концов, они были не более чем какими-то зверями. Вампиры никогда бы так легко не рассказали о своих истинных намерениях. В любом случае, Харман узнал правду о сегодняшнем налете. Он был не прочь послушать еще немного этого немертвого зверя, но, но, я думаю, это будет невозможно. Еще больше холодного пота потекло по спине Хармана. Ликоны превосходили даже вампиров в грубой физической силе. Харман, сдерживающий такую нежить своей собственной силой, был сродни муравью, что пытался остановить слона. Его тело, даже усиленное божественной силой, постепенно проигрывало Ликону. Его меч постоянно отталкивался назад и, в конце концов, коснулся его плеча. Выражение его лица исказилось от боли, так как его собственное лезвие вонзилось ему в плечо. Отдай свою кровь и плоть, и тогда мы. О, услышьте все, пришло время вознести свои молитвы. Громкая, наполненная божественностью, речь разнеслась по окрестностям. Большой Ликон быстро поднял голову, услышав незнакомый голос. Замешательство быстро распространилось и среди живых. Несмотря на то, что они изо всех сил пытались блокировать Ликонов и нежить своими щитами, они все равно оглянулись назад. Мы, набожные верующие, которые поклоняются благороднейшему существу. Ноги из костей шагали по заснеженной земле. Затем они начали дышать в длинные стволы своих мушкетов. Возможно, мы всего лишь недавно созданные существа, но... Часть заключенных широко раскрыла глаза и посмотрела в ночное небо. Сверху, из темноты, начал падать снег. Но эти снежинки отличались от снежной бури матери природы. Большие и чистые белые хлопья снега мягко ложились на их открытые ладони и медленно таяли, превращаясь в святую воду. Заключенные застыли, и их взгляды сосредоточились на одном месте. В том месте была дорога, что вела в город. Еще больше заключенных отчаянно защищало эту дорогу, но вскоре они осторожно отступили влево и вправо, чтобы расчистить путь. Мы будем повиноваться воле нашего хозяина, и... Из толпы осужденных выходила группа, вооруженная мушкетами. Концы их одежд волочились по заснеженной земле и обнажали голые кости под ними. Под большими капюшонами, скрывавшими их лица, виднелись черепа. Чистые белые светящиеся шары яростно горели в их глазницах. Подчиним эту нежить. Все осужденные перестали двигаться. Они были полностью потеряны в безудержном изумлении. И не только они, так как даже ликоны забыли о нападении. Что касается другой нежити, то их тела в настоящее время сгорали дотла после того, как снежинки касались их тел. Один из заключенных ошеломленно пробормотал, ни к кому конкретно не обращаясь. Мушкетный полк. С носусом во главе, скелеты маги выстроились в ровную линию по обе стороны от своего лидера и подняли мушкеты. Клак. Они заняли позицию для стрельбы в совершенном унисоне и топнули по земле. Их морды опустились в идеальной синхронизации. Меня зовут Насус. И, наконец, лич впрыснул божественность в высоко поднятый мушкет, а затем элегантно прицелился в нежить. Все вы должны. Его мантия шумно развивалась на ветру, и золотое сияние остальной руны хлынуло из черепа лича. Начать служить нашему хозяину, Аллену Альфалсу. Пока метель продолжала бушевать, мушкетный полк, что состоял из лича, а также скелетов магов, без колебаний нажал на спусковые крючки. Глава 258. Резолюция. Интересно, что со мной будет? Граф Джиналь Трипанг издал протяжный стон. В настоящее время он сидел на корточках на полу своей камеры и кормил своего нового компаньона, крысу, едой, которую ему дали во время обеда. Без сомнения, это будет казнь. После этих слов он смог только горько улыбнуться. Святой император был довольно чувствителен ко всем изменническим поступкам, поэтому он, вероятно, не стал бы легко обходиться с графом Джинальдом. Он огляделся и осмотрел тюрьму, в которой находился, но все, что он увидел, было стальными прутьями, что защищали другие пустые камеры. Все потенциальные воины, кроме него, только что были мобилизованы. Это, вероятно, означало, что волна нежити на этот раз была очень мощной, но теперь, когда его высочество был здесь, не должно было существовать причин для беспокойства. Пока он думал об этом про себя, он услышал шаги. Он снова повернул голову и обнаружил, что Шарлотта смотрела на него сверху вниз из-за стальных прутьев. Она произнесла, граф Джинальд. Джинальд слегка усмехнулся ее элегантному голосу и встретился с ее холодным взглядом. Что я могу для вас сделать, маркиза Шарлотта? Его высочество предоставил вам временную свободу. Глаза Джинальда в одно мгновение распахнулись шире. Шарлотта не возражала против этого и открыла дверь камеры ключом, а затем обратилась к нему. Ваша роль – командовать заключенными. Но, будет ли все хорошо? Мым. На данный момент он находился под подозрением в мятеже. Проблема могла возникнуть позже, так как ему давали полномочия на командование солдатами. Шарлотта повернулась и начала уходить, но в конце все же оглянулась на него. Сейчас чрезвычайная ситуация. После этого Шарлотта холодно развернулась и исчезла из виду. Граф Джинальд смотрел за тем, как она уходит, и снова горько улыбнулся. Ее отношение к нему было довольно холодным. Но это казалось довольно разумным, учитывая, что то, что сделал граф, ничем не отличалось от препятствия на пути принца и даже привело к потенциально опасной ситуации для молодого принца. Независимо от того, насколько убедительным был доклад, императорская семья все равно отнеслась бы к этому вопросу как к большой проблеме. И все же, поскольку таков приказ его высочества. Джинальд расстегнул кандалы и заметил, как поскрипывает его тело после всего нескольких дней заточения. Покидая тюрьму, он все время растирал запястья. Вскоре он заметил Шарлотту, ожидавшую его у выхода. Все необходимое лежало на полке рядом с ней. Она прислонилась к стене, посылая ему безмолвные сигналы глазами. Джинальд понял ее и быстро надел доспехи, а затем пристегнул к бедрам меч. Я готов. Давайте отправимся, мы. Граф Джинальд и Шарлотта сели на ожидавших их лошадей и быстро помчались к месту назначения. Даже сейчас колокола все еще довольно громко звонили. Это означало, что на стенах произошло что-то серьезное. Кстати, какова моя роль в командовании? После того, как граф Джинальд задал этот вопрос, Шарлотта, не сбавляя скорости, пробормотала. Оказывать помощь. Прошу прощения. Вы должны оказать его высочеству свою помощь. Именно в этот момент перед ними прогремел взрыв, и он был настолько громким, что мог запросто разорвать барабанные перепонки. Граф Джинальд и Шарлотта вздрогнули от неожиданности и рефлекторно натянули поводья, чтобы остановить лошадей. Их лошади, казалось, тоже были встревожены этим шумом, так как встали на дыбы. Джинальд заткнул уши, даже не осознавая этого. Маркиза Шарлотта, этот шум, однако его вопрос остался без ответа. На ее лице появилось расстроенное выражение, и она стиснула зубы. Почему я была рада тогда? Граф Джинальд вздрогнул от удивления, а затем уставился на нее. Ее голова дрогнула, и ее хватка на поводьях внезапно стала намного тяжелее. Поводья, сделанные из жестких кожаных полосок, разорвались. Я, я все еще далеко от него. А че чем вы вообще? Джинальд не успел закончить оставшуюся часть предложения, так как его голова повернулась назад. Вдалеке большое белое облако пыли поднялось и зависло у горизонта. Его глаза расширились при виде этого зрелища. Свет от падающих снежинок и слоев снега, лежащих на земле, прогонял непроглядную тьму ночного неба. Божественный снег танцевал и кружился в воздухе, ярко освещая окрестности. Осужденные, стоявшие на снеге, не смогли скрыть своего шока. Снег из божественной силы, даже несмотря на то, что они знали, что находится в разгаре битвы, их взгляды все еще скользили в сторону мягко падающего снега. А затем они перевели свои ошеломленные взгляды обратно на землю. Лич, держащий длинный мушкет, сказал огонь. Его костлявый палец нажал на спусковой крючок. Мощная божественная энергия закружилась в дулах идеально выстроенных мушкетов, и более дюжины выстрелов раздалось одновременно. Какофония звуков разорвала неподвижную тишину ночи. Осужденные инстинктивно заткнули уши и поспешно повалились на землю. В то же время нежить была разорвана на части. В мгновение ока их туловища взорвались, после чего исчезли. Несмотря на то, что каждый мушкет выпустил только один патрон, священные пули спокойно проникали сквозь плоти кости нежити, после чего летели дальше. Всего один залп, и набегающая волна нежити была сметена. Че что это? Пробормотал Ликон, который участвовал в схватке с Харманом. Прямо сейчас его глаза дрожали от шока. Перезарядка. По команде на СУСа скелеты маги равномерно подняли свои мушкеты в отработанной, профессиональной манере. Они вдохнули божественную силу в загрузочные камеры. Божественность начала сгущаться, образовав в итоге новые святые пули. Выражение лица Уарбелла, лидера Ликонов, мгновенно ожесточилось. Снег, падающий с небес, обжигал шерсть Ликонов. Даже дышать становилось больно, но, несмотря на все это, сейчас было не время думать о таких мелочах. Эта группа была вооружена какими-то странными посохами, и они были по-настоящему опасными. Шерсть на теле Уарбелла встала дыбом, и существо настойчиво взревело. Остановите их. Они снова пытаются использовать свою магию. Остановите их сейчас же. Там был Лич и скелеты маги. Но даже им понадобится некоторое время, чтобы снова использовать свою магию. Вы не должны дать им возможности. Они не более чем отряд магов. Вот и все. Ликоны проигнорировали заключенных и бросились вперед. Их новой целью стал отряд странных магов. Они просто должны были уничтожить этих магов любой ценой. Ликоны были в ужасе прямо сейчас. И, как и подобает испуганным диким зверям, они начали демонстрировать большую физическую силу, чем когда-либо прежде. Отвратительные вены вздулись на их телах. Куаао. Чтобы забыть, что они были напуганы, они начали громко выть. Насус смотрел за тем, как они приближаются, и насмешливо ухмыльнулся своими горящими глазами. Он перестал дышать в мушкет и ударил прикладом оружия по заснеженной земле. Остановите их. Костяные руки вырвались из снежной поверхности. Вскоре появились скелеты, которые держали в руках большие щиты и ничего больше. Они образовали первую линию обороны, выставив свои щиты перед магами-скелетами. Святая нежить сложила свои щиты и опустила свои тела. Еще больше скелетов появилось позади них, начав поддерживать их. Они встали в плотный строй и начали пристально смотреть на приближающихся ликонов. Магия призыва. Черт возьми, они что, пытаются выиграть больше времени? Ликоны взмахивали когтями и начали отбрасывать щиты в сторону. Физическая сила зверей легко разрушала и ломала щиты и скелетов. Глаза ликона уставились на личай полк магов-скелетов, которые использовали других скелетов в качестве своих щитов. Но в следующие мгновения один за другим начали подниматься перезаряженные мушкеты. Эннет. Ликоны начали волноваться еще больше. Как раз в тот момент, когда их полные ужаса глаза остановились на мордах. Огонь. Раздался второй залп. Бум. Священные пули прошли прямо сквозь скелетов, которые останавливали ликонов. Ува-а-а-а-ахака. Взорвавшаяся плоть превращалась в пепел, а кровь превращалась в порошок. Огромное тело ликона дрогнуло, как будто оно вот-вот должно было рухнуть на землю, но в следующее мгновение в него влетело еще больше священных пул и полностью разорвало существо на части. Что все это значит? Что происходит? Все ликоны впали в безудержную панику и громко взвизгнули от страха. Однако их голоса не достигли их собственных ушей. Ликон, все еще пытавшийся убить Хармана, также был испуган и отшатнулся. Его чрезвычайно острый слух был оглушен громкими выстрелами, в то время как его чувствительный нос был наполнен зловонием очищенных трупов. Только его глаза остались его единственными функционирующими органами восприятия, но даже тогда единственное, что он мог видеть прямо сейчас, было тем, что нежить быстро исчезала из этого мира. «Вызывайте йотунов, сейчас же!» – закричал Уарбелл, и некоторые ликоны начали отступать. Что, черт возьми, происходит? Бормотали себе под нос заключенные, обильно обливаясь холодным потом. Они могли чувствовать священную ауру, исходящую от одетой в мантию нежити. Без сомнения, эти существа были союзниками, что были призваны седьмым принцем. Но несмотря на то, что они знали это, они все равно были испуганы. Все они знали, что такое мушкет. Что ж, в конце концов, они видели, как седьмой принц использовал его ранее. Но это была совсем другая история, так как сейчас ужасающий отряд использовал мушкеты и уничтожал нежити полузверей в два счета. Громких выстрелов и вида неуклюжих ликонов, которые превращались в кучу пепла, было более чем достаточно, чтобы в их сердцах поселился ужас. Глава 259. Резолюция. Это лич. У Алисы отвисла челюсть, когда она увидела насуса. Лич, объект ужаса для всех живых людей, которого еще называли магом смерти, находился на этом поле боя. Алиса. Она вздрогнула от удивления и быстро повернула голову. Именно тогда она обнаружила седьмого принца, подъезжающего верхом на скелетообразной лошади. Его лицо излучало безошибочное золотое сияние остальной руны. В то время как в руке он держал мушкет, он посмотрел на нее сверху вниз и твердо произнес. Я прошу вас запустить резонанс. Ее брови высоко взлетели, услышав его команду. Мы очистим каждую нежить, которая появилась здесь сегодня вечером, сказал он решительным голосом, и она кивнула. Затем она сложила руки вместе и начала петь священный гимн. Духовная речь, наполненная божественностью, быстро распространилась по окрестностям. Заключенные были удивлены внезапным пением и сосредоточили свой слух на певучем голосе Алисы. Сердца, окрашенные ужасом, начали успокаиваться. Но на этом все не закончилось. Небольшое количество божественности в их телах отреагировало на ее пение и начало сильно дрожать. Какой красивый голос. Как раз в тот момент, когда заключенные смотрели на нее в трансе. Вознесите свои молитвы. Сейчас же, они быстро перевели взгляды и увидели графа Джинальда, спешащего к ним верхом на лошади. Он выхватил свой меч и взревел. Вознесите свои молитвы, и давайте покажем этой отвратительной нежити величии нашей теократической империи. Заключенные обменялись взглядами, после чего кивнули в знак согласия. Осужденные опустили оружие и начали возносить молитвы. Аллин, все еще сидевший верхом на скелетообразной лошади, перевел взгляд на Насуса. Следуй за мной, Насус. Мы подчинимся приказу нашего господина. Насус сделал шаг вперед, и кости быстро начали соединяться под его ногами, создав в итоге скелетообразную лошадь. Другие скелеты маги, вооруженные мушкетами, также призвали скелетообразных лошадей, чтобы последовать примеру своего хозяина. Тем временем осужденные закончили свои молитвы и начали подбирать оружие. Хотя холодный пот все еще струился по их лицам, теперь их лица были наполнены твердостью и решительностью. Однако их глаза все еще немного дрожали, когда они смотрели на массивных гигантов за внешними стенами йотунов. «Не бойтесь», — сказал Аллин и вдохнул в свой мушкет. Он видел, как йотун вдалеке неуклонно приближался. «Святой и святая сражаются вместе со всеми вами». Когда он сказал это, все осужденные вздрогнули от удивления, а их глаза угрожали выскочить из орбит. Они начали поспешно переводить взгляды Саллина на Алису, и их охватило сильное изумление. «Милость гей теперь со всеми вами, так что...» — тихо прошептал Аллин, но все присутствующие заключенные смогли его ясно услышать. Их божественность получила мощный импульс после активации резонанса. Яркий свет остался внутри заключенных, и ужас, запятнавший самую глубокую часть их сердец, был смыт. Их страстные эмоции переросли в дрожь и возбуждение, и они начали еще крепче сжимать свое оружие. Все осужденные уставились на Аллина, как будто ждали его команды. Он оглянулся на них и громко крикнул. «Идите и уничтожьте эту нежить!» С этими словами Аллин пришпорил своего коня и он рванул вперед. Насусы скелеты маги начали сопровождать его. Их святой вышел на передовую. Граф Джинальд громко воскликнул при этом зрелище. «Лорд святой и леди святая с нами!» Осужденные отреагировали на его крик. Они взревели в унисон. «Гея с нами!» Алиса сцепила пальцы и прижала лоб к ладоням, непрерывно распевая гимн. Харман последовал за Джинальдом и присоединился к Эллину. Группа, излучающая чисто белый свет, прогнала тьму и начала охоту на нежить. «Безумие!» Они все сошли с ума. Лидер Ликонов, Уарбелл, задыхаясь, убегал, но все равно оглядывался назад. На всякий случай, люди начали выходить за внешние стены. Божественность изливалась из их тел, и на их лицах не было видно ни намека на колебания. Какого черта? Как это вообще может быть? Большинство из них используют божественность. Могли ли эти люди принадлежать к одной из главных сил теократической империи, о которой так часто слышали многие, небесной армии? Нет, стоп! По сравнению со слухами, эти люди определенно намного сильнее и свирепее. Они совсем не напуганы. Уарбелл продолжал бежать, а по его лицу струился холодный пот. Ему хотелось громко закричать от этого ужасающего кошмара. Люди больше не испытывали никакого страха. Вместо этого они были охвачены безумием и до краев наполнены боевым духом. Мне нужно сбежать отсюда. Я, я должен сообщить об этом. Уарбелл должен был сообщить правду графу Тимонгу и сообщить вампирам о ситуации. Если он этого не сделает, ледяной замок рухнет. Но как раз в этот момент что-то пробило плечо Уарбелла. Святая пуля прошла сквозь плоть и кости ликона, убрав из этого мира плечо и прикрепленную к нему руку. Укх-хаха, уф-ф-ф. Но у него не было времени даже закричать. Спустя миг на него обрушился шквал священных пуль. Снаряды разорвали ликона на куски, и разорванная плоть сгорела дотла, даже не коснувшись земли. Когда остатки ликона рухнули на заснеженную землю, скелетообразная лошадь безжалостно втоптала их в землю. Аллин поднял взгляд. Йотун чудовищно взревел. Гигант, по меньшей мере восьмиметрового роста, наклонился, после чего нанес удар своей большой рукой. Огромная ладонь гиганта пронеслась по земле, в результате чего десятки заключенных были подброшены в воздух. Мы разберемся с йотунами. Прокричал Аллин и поднял свой мушкет, а затем начал возносить молитву. О, дорогая гея, о, дорогая гея, внимательно следя за своим хозяином, Насус тоже начал молиться. Благодаря твоему благословению, благодаря твоему благословению, божественность начала зловеще урчать и извиваться. Святые пули, став еще более мощными, благодаря их молитвам, злобно вращались в камерах мушкетов. Даруй нам силы, чтобы, даруй нам силы, чтобы. Аллин и Насус, плюс дюжина магов скелетов, все они подняли оружие и прицелились в ближайшего йотуна. Мы смогли судить тех, кто отрицает свою собственную смерть. Спусковые крючки были нажаты. Десятки священных пуль вырвались из мушкетов и полетели в сторону йотуна. Руки и ноги гигантской нежити и даже ее туловище начали разлетаться на большие куски. Множество спиральных взрывов пробили дыры в гигантском теле, заставляя замерзшую плоть разрушаться и раскалываться на части. Первый из огромных йотунов рухнул на землю после того, как его тело было разрушено всего одним залпом. И это только один, пробормотал Аллин, после чего перевел взгляд на оставшиеся 29 йотунов и недовольно фыркнул. Нам предстоит долгий путь, но все же. Затем он прицелился из мушкета, и на его губах появилась ухмылка. В любом случае, мы не проиграем. Затем он еще раз нажал на спусковой крючок. Шарлотта управляла своей лошадью, Унирой, потомком легендарных единорогов. Она обнажила свой меч и влила в него божественность. Прекрасная аура начала танцевать по краям ее клинка. В каждом месте, мимо которого она проносилась, и в каждом месте, где она размахивала своим мечом, нежить была рассечена на части ее великолепными ударами. Любая нежить, что пыталась остановить ее, в конечном итоге умирала, что и следовало ожидать от леди Шарлотты. Вперед! Леди Шарлотта с нами! Заключенные громко взвыли и продолжили охоту на нежить. Для них маркизах Шарлотта, свободно и бесстрашно бродившая по полю боя, была похожа на легендарную героиню. Однако, чем больше нежити она убивала, тем сильнее становилось чувство неполноценности внутри нее. Все еще слишком слаба. Шарлотта взглянула на верхнюю часть внешней стены. Алиса была там, наверху, и все еще усердно молилась, сложив руки вместе. Она непростая фрейлина. Шарлотта, естественно, знала, что Алиса была внучкой кардинала Рафаэля. Мало того, девушка была отличной целительницей, которая также продемонстрировала свои выдающиеся боевые способности в ближнем бою во время вторжения Касима в Императорский дворец. Ее выдающиеся навыки, боевое мастерство, которое граничило с произведением искусства, и даже ее талант гениального уровня. И, наконец, она даже была святой, как и его высочество. Шарлотта еще крепче сжала свое оружие. В настоящее время Алиса поддерживала резонанс. Все солдаты ранее реагировали на силу, которую она использовала. Их божественность усилилась, придав им необходимое мужество, и в то же время их боевой дух взлетел к небесам. Эта сила, это чудо не было чем-то таким, чему Шарлотта могла бы подражать или даже отдаленно повторить что-то подобное. Одной только Алисы было более чем достаточно, чтобы защитить седьмого принца и помочь ему в случае необходимости. В таком случае, Шарлотта не была нужна ему. Статус Алисы, даже ее способности, она была намного лучше Шарлотты. Она прикусила нижнюю губу. Почему я была так рада этому? Она чувствовала себя такой счастливой из-за своей победы на спарринге. Если бы он сражался всерьез, то она бы и близко к нему не подошла. Эгоистичная, худшая часть ее инстинктов дала о себе знать, и именно тогда она начала испытывать ревность. Ее личные чувства продолжали мешать ее мыслям и приводили ее голову в хаос. Она перевела взгляд на то, что было перед ней. Аллин, сидевший на скелетообразной лошади, командовал мушкетным полком, и они убивали Йотунов одного за другим. Ей показалось, что он находился на недосягаемом для нее расстоянии. Йотун взмахнул своей большой рукой и раздавил часть полка мушкетов. Аллин стиснул зубы и сделал что-то совершенно безрассудное. Он проскользнул мимо незащищенных ног Йотуна. Это выглядело очень опасным. Он вел себя безрассудно, подвергая себя такой опасности. Шарлотта протрезвела при виде этого зрелища. Я не сдамся. Она защитит его. Она поклялась это сделать. Это было ее целью. Несмотря ни на что, в конце концов она добьется своей цели. И чтобы достичь своей цели, она должна принять еще одно решение. Шарлотта уставилась на свой собственный меч. Если я хочу чего-то достичь, то я должна понять, как могу отказаться от чего-то другого. Она прикусила нижнюю губу и сказала, Унира, беги вперед, беги изо всех сил. Ее лошадь, Унира, сильно ударила копытами по земле и рванула вперед. Она продолжала ускоряться и бежала все быстрее и быстрее. Шарлотта опустила голову и крепче сжала рукоять меча. Когда они достигли Йотуна, она сильно взмахнула своим оружием. Меч, пропитанный божественностью, разрубил ногу гигантской нежити, заставив огромное тело завалиться на спину. Она и ее скакун перепрыгнули через рухнувшего гиганта и погнались за принцем. Ваше Высочество. Алли наглянулся на ее зов, и она сказала, Позвольте мне сопровождать вас. Он улыбнулся ей в ответ, Спасибо. Полагаюсь на тебя. Шарлотта приняла решение, как только услышала его ответ. Я откажусь от фехтования. Она поклялась защищать его Высочество, так что, я стану его щитом. Шарлотта в последний раз подтвердила свою решимость и замахнулась мечом на другого Йотуна. Глава 260. Резолюция. Солнце поднялось над горизонтом. Огромное количество трупов было разбросано по земле за внешними стенами. Заключенные, которые все еще были живы, стояли на вершине этого ужасного зрелища. Они подняли усталые головы и уставились на восходящее солнце, после чего тихо пробормотали. Все кончено. Вся нежить была уничтожена. Даже несмотря на то, что их уши были оглушены криками умирающих злых духов, даже несмотря на то, что их горло болели от их громких энергичных криков, у них больше не было желания беспокоиться о слабенькой боли или усталости. Волнующее чувство поднималось из глубины их сердец. Эта эмоция запечатлела в их сердцах поистине фантастическое слово победа. Вскоре после этого все осужденные почувствовали неописуемый восторг и один за другим начали подавать голоса. Мы, мы, мы победили. Мы победили нежить. Ха-ха-ха. Они начали громко хохотать. Громкие радостные возгласы раздались по всему полю боя. Шарлотта уставилась на седьмого принца, стоявшего довольно далеко от центра поля боя. Принц Ура. Заключенные подняли уставшего принца и начали подбрасывать его в воздух, чтобы отпраздновать это событие. По выражению его лица можно было сказать, что ему это действительно не нравилось, но останавливать их, должно быть, ему не хотелось, потому что он просто позволял им продолжать подбрасывать его. Госпожа-монахиня Ура. Следующей стала Алиса, и ее тоже подняли в воздух. Лорд Святой Ура. Леди Святая Ура Ура. Наша теократическая империя будет жить вечно. Чем больше она слышала их громкие возгласы, тем сильнее выделялась горькая улыбка Шарлотты. Она сыграла лишь очень небольшую роль в этой битве. Большая часть заслуг принадлежала седьмому принцу и Алисе Астории. Шарлотту почти охватило чувство горечи, порожденное тем, что казалось непреодолимой пропастью между ним и ней. Ты стал еще сильнее, не так ли, Аллен? Шарлотта повернула голову и заметила Шуппеля, который в данный момент сидел на земле, и по нему было видно, что он устал настолько сильно, что даже не мог встать. По какой-то причине его выражение лица показалось ей довольно знакомым, как будто его выражение было так похоже на ее выражение. Выражение желания. Выражение лица того, кто пытался догнать человека, что все время отдалялся от него еще дальше. Шуппель взглянул на Шарлотту. Леди Маркиза, сделайте все возможное и хорошо служите Аллену. Когда их взгляды на мгновение встретились, Шарлотта слегка вздрогнула и отвела взгляд, после чего она снова уставилась на принца. Он продолжил. Он действительно сильный, но он любит делать что-то безрассудное в одиночку. Если ты или кто-то другой не окажете ему свою поддержку, он может споткнуться и рано или поздно рухнет. Этот человек был бывшим третьим принцем теократической империи и виновником, ответственным за то, что подверг опасности жизни Аллена. Всякий раз, когда она вспоминала события в Аслане, она понимала, что просто не может простить этого человека. Шарлотта стиснула зубы и холодно отвернулась от него. Конечно, я так и сделаю. Если бы кто-нибудь не сказал ей об этом, она бы все равно это сделала. Для нее седьмой принц был целью ее жизни и, в конце концов, она сделала сознательный выбор, чтобы остаться рядом с ним. Она уже приняла решение, чтобы достичь своей цели. Она даже была готова отказаться от своего меча. Шарлотта развернулась и пошла в сторону замка. Ей нужно было найти правильное оборудование, чтобы применить свою решимость в действии. Для этого ей нужно было отправить запрос в лучший оружейный склад во всей империи, вводчину Хильды. Аллен запоздало заметил ее удаляющуюся спину и смотрел за тем, как она уходит от первого лица. Как и ожидалось от вас, ваше высочество, вы действительно тот, кого выбрала богиня Гея. Я уверен в этом. Пока мы ехали на лошадях, я мог разве что слушать, как Джинальд продолжает сыпать своими безумно неловкими похвалами в мой адрес. Я издал протяжный стон и сказал, почему бы тебе не остановиться и не взять на себя ответственность за операцию по зачистке. Но, ваше высочество, все будет нормально. Когда я сказал взять на себя ответственность за операцию по зачистке, я имел в виду, что он должен был взять на себя командование заключенными. Внешние стены были разрушены в нескольких местах, поэтому нам срочно нужно было отремонтировать все поврежденные участки, плюс заключенных нужно было быстро реорганизовать. Наша командная структура страдала от явной нехватки рабочей силы, поэтому такой человек, как граф Джинальд, был незаменимым человеком. Мне ни на кого, кроме тебя, положиться в этой ситуации. У Джинальда появилось выражение, которое указывало на то, что он глубоко польщен приказом, и он сказал «Понял, тогда я поговорю с вами позже, ваше высочество». Он склонил голову, выглядя вполне счастливым, а затем развернул своего коня и помчался к внешним стенам. Для мужика, которого позже снова посадят в тюрьму, он определенно просто переполнен энергией. После этого я отправился в поместье. Я увидел фигуру Шарлотты, которая прибыла туда за некоторое время до меня. Рядом с ней стояли десять экипажей и солдаты Ранее, выстроившиеся перед поместьем. Эти ребята были частью корпуса снабжения, которому было поручено путешествовать между Ранее и Хильдой. Я остановился в отдалении и наблюдал за тем, как Шарлотта болтает с направляющим одного из экипажей. Направляющий кивнул и что-то сказал. Я должен доставить это письмо ее императорскому высочеству, Хильде. Шарлотта протянула ему письмо. Да, я доверяю вам эту задачу. Пожалуйста, доставьте его как можно скорее. Понял, мым. Волна вот-вот обрушится на вас, поэтому мы убедим их сделать все возможное как можно быстрее. Направляющий подтвердил наличие печати на письме, после чего спрятал его в свой внутренний карман. Шарлотта посмотрела на него и кивнула, а затем оставила его и вошла в поместье. Мне было немного любопытно, поэтому я быстро подошел к направляющему и спросил, что происходит. Он вздрогнул от удивления и поспешно попытался выказать свое уважение с помощью неуклюжего проявления этикета, но я остановил его. Все в порядке, не беспокойся. Вы, ребята, направляетесь на территорию моей старшей сестры, верно? Самые опытные ремесленники жили в вотчине Хильды. Интересно, почему Шарлотта отправила туда письмо? Должно быть, это не было секретом, потому что направляющий ответил мне достаточно быстро. Ее светлость просила изготовить для нее новое оборудование. Оборудование, я слегка наклонил голову и направляющий кивнул в ответ. Поскольку мы путешествуем между двух вотчин и доставляем сюда новые партии оборудования для солдат, ее светлость маркиза Шарлотта воспользовалась этой возможностью и обратилась с просьбой нового типа оборудования для себя. О каком оборудовании идет речь? К сожалению, даже я не знаю, ваше высочество. Направляющий осторожно вытащил письмо. Похоже, его содержимое имело какое-то отношение к таинственному оборудованию. Направляющий, похоже, немного нервничал из-за того, что я забрал у него это письмо. Я вспомнил оборудование Шарлотты. Металлические доспехи, которые подходили к ее фигуре, а также божественный меч, который передавался из поколения в поколение Дамахера из Хаймым. Что еще ей было нужно как паладину? Может быть, она подумала о новом типе доспехов или даже о новом мече. Может быть, я взглянул на направляющего и спросил. В таком случае позволь мне тоже попросить тебя об одолжении. Сэр, направляющий в замешательстве наклонил голову. Я достал клык дракона из инвентаря и надежно спрятал его в задней части вагона, где лежал и другой багаж. Сам по себе драконий клык был довольно легким, но он был таким огромным, что, когда я положил его, раздался громкий глухой удар. Глаза направляющего чуть не вылезли из орбит. Передай это моей старшей сестре. Че что это за кость, сэр? Она похожа на какой-то клык, но не должно существовать монстра, который мог бы похвастаться клыками такого размера. Направляющий с глубоким любопытством уставился на клык дракона. Я разрешил его любопытство за него. Это клык дракона. Лицо направляющего мгновенно окаменело, а затем, посмотрев на меня, он тихо спросил. Сэр, вы, должно быть, шутите? Нет, это настоящий клык дракона. Ах, в качестве бонуса я также дам тебе чешую дракона. Отдай ее моей сестре тоже. О, моя богиня. Направляющий был очень заинтригован клыком. Он уставился на клык дракона, как будто был в трансе, не в силах оторвать от него взгляда. Я снова заговорил с ним, чтобы вывести его из транса. Доставь их моей сестре, хорошо? Скажи ей, что я хочу, чтобы они использовались ими для изготовления оборудования Шарлотты. Поскольку это первоклассные материалы, я уверен, что в итоге будет создано оборудование, которое будет соответствовать их стандартам. Глава 261. Резолюция. Да, сэр. Понял. Но, где вы вообще раздобыли такое? Это была не просто обычная драконья кость, а кость из самой крепкой части дракона. Клык, который не растаял бы даже от его огненного дыхания. Легенды гласили, что твердость такого клыка соперничала даже с твердостью орехолка. Что ж, тогда я оставлю его в твоих умелых руках. Передай моей сестре, что, поскольку это будет подарок, они должны будут сделать все возможные. Направляющий кивнул в ответ на мои слова. Как раз в это время в окрестностях поместья внезапно стало шумно. Я повернул голову и уставился на тропинку, ведущую к самому поместью. Ублюдок, веди себя прилично и не дергайся. Почему он такой чертовски сильный? Осторожно, ослабишь бдительность и погибнешь в мгновение ока. Десятки осужденных кричали. Они вели оборотня, и он ревел, желая вырваться. Множество копий угрожало ему, и конечности существа были связаны и закованы в кандалы, в то время как стальные цепи, обвязанные вокруг него, указывали на то, что любая его попытка сбежать привела бы в итоге к провалу. И прямо сейчас десятки заключенных изо всех сил пытались усмирить это существо. Вскоре прибыл Харман на своей лошади. Ваше высочество, он спешился и подошел ко мне. Есть некоторые вещи, о которых я должен вам сообщить. Судя по тону его голоса, я предположил, что он, должно быть, что-то обнаружил. Я на всякий случай спросил Хармана. За вчерашним налетом стояли вампиры? Да, боюсь, что да. И не только это. Харман кивнул и вытер холодный пот. Похоже, что обычная нежить готовится к чему-то довольно неприятному. Ваше высочество, чтобы не делали эти не мертвые, это крайне подозрительно. Ваше высочество, особенно учитывая, что объявились йотуны, Аликон даже ранее в битве поднял вопрос о магии телепортации. Что касается деталей, нам нужно. Харман повернул голову и взглянул на Аликана. Я резко спросил его, как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы найти нужную информацию? Как минимум, от двух недель до месяца, ваше высочество. Также существует некоторая информация, которая была собрана еще императорским дворцом, так что нам необходимо принять ее во внимание, однако нам потребуется некоторое время, чтобы получить ее. Одна неделя. Сможешь ли ты все сделать за это время? Харман низко поклонился и ответил. Я постараюсь изо всех сил. Я глубоко вздохнул и уставился на оборотня, которого тащили в резиденцию. Я надеюсь, что не впутаюсь во что-то неприятное. Но я прекрасно понимал, что уже вляпался, учитывая, что гиганты из древних легенд уже появились. Ну, я действительно ожидал, что в какой-то степени что-то подобное может произойти. В конце концов, координаты магии и телепортации, которые вычислил Ханс, указывали на Северный регион. Поэтому, как только мы узнаем, чем занимаются эти ублюдочные вампиры в Северном регионе, будет лучше, если мы сразу же позаботимся о них навсегда. Вот Чини Хильды, которую часто называют главным арсеналом теократической империи. Первая принцесса, Хильда, читала доставленное ей письмо. Судя по чернилам, оно было написано около недели назад. Что касается его автора, то его написала девушка по имени Шарлотта Херриис. Она является в данный момент главой Белого Креста. Смысл слов, что были изложены в этом письме, помимо уважительного приветствия, был довольно простым. Она не стала ходить вокруг да около и сразу же задала свой главный вопрос. На самом деле, это было больше похоже на то, что она предъявляла свои требования этим письмом. С первого взгляда можно было сказать, что она вела себя слишком дерзко по отношению к принцессе. Однако в этом письме была одна фраза, которая очень глубоко тронула сердце Хильды. Я хочу защитить его высочество седьмого принца. Хотя и короткое, это предложение было также достаточно длинным, чтобы передать искреннее желание девушке. Усмешка появилась на губах Хильды, когда она прочитала эту строчку. Она отложила письмо и посмотрела в ту сторону, где сидел направляющий отряда снабжения. Затем ее взгляд переместился на клык дракона и его чешую, тщательно завернутую в шелк. Направляющий низко поклонился и передал послание седьмого принца. Его высочество желает преподнести своей драгоценной наперснице подарок, мым. Он попросил, чтобы подарок был изготовлен с особой тщательностью. Хильда встала со стула. Это очевидно. Мой младший брат попросил меня об этом, так что я сделаю все в лучшем виде. Она покинула свой замок и направилась в район добычи полезных ископаемых водчин и Хильды. В этом районе можно было найти все виды кузнец, а также место, где раса мастеров кузнецов, гномов, способных примерно за 10 дней изготовить меч сокровища, которые спокойно могли показывать члены императорской семьи на публике, занималась своим ремеслом. Хильда шла с определенной целью. Члены зеленого креста молча следовали за ней. О-о-о, леди Хильда, хорошего вам утра. Пожалуйста, подождите сегодняшнего пива. Гномы с энтузиазмом приветствовали ее, неся руду, добытую в различных шахтах. Хильда слегка кивала в знак согласия и проходила мимо них. Ее целью была большая кузница, в которой использовалась доменная печь, что работала на энергии вулкана. В тот момент, когда она открыла двери кузницы, мощный поток горячего воздуха ударил в кожу Хильды. Ляск, ляск, ляск. Громкий металлический ляск продолжал отдаваться эхом, казалось, расширяя воздух с каждым ударом. Хотя каждый удар звучал идеально, они были также мощными и достаточно громкими, чтобы их можно было принять за взрывы. Кузнец, ответственный за создание таких ритмичных звуков, был невысокого роста и обладал густой бородой, что закрывало нижнюю часть его лица. Этот лидер гномов Беларак работал в паре защитных очков и кожаных перчаток. Хильда стояла в палящем зное и скрестила руки на груди, после чего громко крикнула Беларак. Гном Беларак удивленно вскочил и быстро оглянулся. Он испуганно вскрикнул, наконец заметив Хильду в кузнице и поспешно бросил то, что делал. Что? Леди Хильда, я столько раз говорил тебе не входить в это место. Знаешь, твоя гладкая кожа может обгореть от жары этого места. Он подбежал к Хильде, а затем начал отталкивать ее, желая вытащить из кузницы. Эй, Вердант, Кросс, что вы все делаете? Как вы могли позволить Леди Хильде прийти в такое опасное место, как это? Взревел Беларак, как будто он был родителем, обеспокоенным благополучием своей дочери. Его поведение и манера речи ставили во главу его заботу о ней, а не соблюдение этикета. Хильда сказала, я пришла поговорить с тобой, потому что у меня есть просьба. Да, какова бы ни была твоя просьба, я выслушаю ее, но сейчас, пожалуйста, сначала покинь это место. Ты еще даже не вышла замуж, так что если ты повредишь свою кожу в этом месте? Мышцы глаз Хильды на мгновение дрогнули. Она притворно кашлянула, чтобы прочистить горло, и взглянула на Беларага, который все еще отталкивал ее. Я раздобыла клык дракона. Белараг вздрогнул от удивления и посмотрел на нее снизу вверх. Вы шутите, мисс? Хильда слегка в членов зеленого креста вытащить огромную драконью кость. О мой бог! Неужели глаза Беларага чуть не вылезли из орбит? Он совершенно забыл о том, что только что пытался вытолкнуть Хильду из кузницы, и уставился ошеломленным взглядом на клык дракона. Свет, горящий в его глазах, приобрел безошибочно узнаваемый оттенок влюбленности. Какое оружие родилось бы, если бы он использовал этот клык? От одного только представления об этом у него по спине побежали мурашки. Хильда заметила изменения в выражении лица Беларага и приподняла уголки губ. Ну что, ты удовлетворишь мою просьбу? О, конечно, я сделаю все, что угодно, если так велит леди Хильда. Но, эээ, что я должен создать? Хильда выпрямилась. Она выпрямилась во весь рост, расставив ноги на ширину плеч, и снова скрестила руки на груди, и затем, подняв голову, сказала уверенным тоном, которым могли бы гордиться даже самые седые старые генералы мужского пола. Используй эту драконию кость и создай какое-нибудь оборудование. Брови Беларага поднялись еще выше. Хильда разжала палец и медленно ткнула гнома в лоб. С озорной усмешкой на лице она закончила. Это станет особым подарком моего младшего брата тому, кто ему дорог, тому, кому он может доверить свою спину. Белараг кивнул с ошеломленным выражением лица. Она спросила, сколько времени тебе потребуется для выполнения этой задачи? Члены Зеленого Креста передали клык дракона Беларагу. Последний чуть было не упал из-за того, насколько большой и тяжелой была кость. Ну, все зависит от того, что я должен создать, Меледи. Однако я смогу уложиться в 10 дней. Это быстрее, чем я думала. Чтобы создать что-то хорошее не нужно тратить много времени. Стандарты человека и гнома заметно отличались. Для гномов использование наименьшего количества времени для изготовления и доработки изделия приводило к получению наилучшего возможного качества. Как только кто-то приступал к процессу переработки руды, нужно было ее нагреть и расплавить, чтобы придать ей форму. Затратив в течение этого процесса как можно меньше времени, можно было минимизировать ущерб и создать еще более сильный конечный продукт. Белараг был заинтригован, что за предмет он должен был изготовить из вверенного ему клыка дракона. Меледи, какой тип оборудования я должен создать? На его вопрос с глубокой улыбкой Хильда сказала «Щит». Она посмотрела на Беларага и уверенно сказала «Пожалуйста, создай самый сильный в мире щит».